В нашем семинаре мы обсудим такой ключевой момент выполнения тромбоэкстракции, как самый первый ее этап – это отбор необходимого пациента. И здесь, как говорят известные шеф-повара, мы можем дать рецепт блюда, а мы можем научить это блюдо готовить. И, безусловно, в ходе нашей дискуссии мы не будем столь радикальны, мы посмотрим на рецепт блюда, который представлен в виде клинических рекомендаций. Но и позже мы постараемся подойти более широко к этому вопросу, может быть, с иной стороны взглянуть на проблему отбора и подискутировать, какими принципами мы руководствуемся для того, чтобы отобрать нужного пациента. Если говорить про доказательную базу, то в настоящее время у нас есть две категории больных, которые поступают в первые 6 часов от начала заболевания и в более поздний период от 6 до 24 часов от начала заболевания. И показания к каждому отрезку времени, они несколько отличаются. И давайте посмотрим на те показания, при которых пациент без каких-либо обсуждений должен попасть к нам на операционный стол, у которых наивысший класс и уровень доказательности 1А. Это балл по модифицированной шкале Ренкина 0.1, то есть до текущего заболевания у пациента не должно быть инвалидизирующего дефицита, он должен быть полностью независим в быту. Симптом связанная окклюзия крупной церебральной артерии, а именно внутренняя сонная и М1-сегмент средней мозговой артерии. У пациента должен быть выраженный неврологический дефицит, который мы оцениваем по шкале инсультрина ИЧ. И у пациента не должно быть большой зоны инфаркта, которая в первые 6 часов оценивается по объему зоны повреждения, оценивается по ранним ката признакам, по шкале Аспектс. Если мы возьмем иные ситуации, которые также возможны... Кирилл Владимирович, а мы почему-то не видим в вашей презентации. Сейчас попробуем исправить. Так видно? Да, да. Можно... Возможно, те слайды, которые пролистали, если они важны, еще раз прощелкать. Ну, я не буду возвращаться к показаниям первых 6 часов. Для, скажем так, иных ситуаций, для более дистальных поражений, таких как М2-сегмент среднемозговой артерии, М3-сегмент среднемозговой артерии, при поражениях артерий в ортебрально-базилиарной артериальной системе, переднемозговой артерии. Для таких сложных клинических ситуаций, как уже большая зона инфаркта, меньше 6 баллов по шкале Аспектс, малый неврологический дефицит, и если у пациента уже до заболевания была, скажем так, инвалидизация, во всех этих ситуациях мы принимаем решение, учитывая возможные риски и потенциальную пользу. Нельзя сказать, что при таких состояниях проводить тромбоэкстракцию запрещено, выполнять можно, но у данных показаний клайка гораздо ниже класса уровня доказательности. Если же пациент поступает на период времени от 6 до 24 часов от начала заболевания, то здесь вступает в силу критерия двух исследований – даунстадия и дифьюз-3. Данные исследования, конечно же, лишены простоты. Там досвольно-таки сложные критерии. Если взять критерии даунстадия, то используется несоответствие между клинической картиной и между нейровизоляционной картиной, то есть, грубо говоря, у пациента тяжелая симптоматика, но маленькая зона инфаркта, при этом акклюизирован крупный сосуд. Мы предполагаем, что вокруг сохранена жизнеспособная кальмоза, потому что в бассейна акклюизированной артерии он существенно больше. И в зависимости от того, какой у пациента возраст, эти критерии либо жестче, либо наоборот мягче. Критерии дифьюз-3, они используют иной подход. Идет оценка несоответствия между зоной инфаркта и зоной ишемической полутения, ну и также учитывается объем зоны инфаркта. То есть, критерии исключительно нейровизоляционные. И если мы все это суммируем, то у нас получается довольно-таки сложная, скажем так, система. То есть, мы вынуждены смотреть и на время от начала заболевания, мы вынуждены оценивать локализацию. В зависимости от того, в какой период времени пациент к нам поступил, мы должны выбрать метод нейровизуализации, должны ли мы использовать перфузионные методики, или нам достаточно более простого метода в виде КТ и оценки ранних признаков. И во всей этой сложной конструкции не хватает некого простого подхода, который упростил бы принятие решения во всех клинических ситуациях, независимо от того, поступил ли пациент к нам в первые часы от начала заболевания или пациент поступил к нам уже позже. И здесь, если начать дискуссию, то мы можем перечислить те принципы, которыми мы руководствуемся, когда мы отбираем пациента. И на что мы обращаем внимание? В первую очередь у пациента должен быть выраженный неврологический дефицит. В соответствии с критериями клинических рекомендаций, мы знаем, что балл по шкале инсульта 6 и выше – это довольно выраженный дефицит, от которого мы можем отталкиваться в принятии решения. Окклюзия, соответственно, выраженный дефицит должен быть вызван окклюзией артерии, которая доступна для наших интервенционных методов, для нашего инструмента. И третий, наиболее важный параметр – это в бассейне окклюзированной артерии должно быть сохранен жизнеспособный объем ткани мозга. Важен не только объем, но и локализация и жизнеспособной, и необратимо измененной ткани. И у нас есть множество способов, как мы можем оценить жизнеспособность ткани мозга. Мы можем использовать ранние признаки ишемического поражения по данным КТ, и в частности шкала АСКОКС, хотя мы можем применять и другие более точные, скажем так, методы, оценивающие локализацию не по данной шкале, а оценивающие в том числе и объем ишемического поражения. Мы можем использовать диффузионно-звешенное изображение и экстраполировать шкалу АСКОКС на диффузионно-звешенное изображение. Мы можем использовать такой способ оценки жизнеспособности, который применяется для принятия решения о проведении тромбоэтической терапии, если пациент поступил с неясным временем от начала заболевания или в инсульте после сна, несоответствия между диффузионно-звешенными изображениями, изменением сигнала на DWI и на флайер. Если на флайер мы не видим никаких изменений, а на диффузионно-звешенном изображении изменений есть, то это, опять же, посленно можно судить о том, что это ткань потенциально жизнеспособна. То есть если это критерия мы можем использовать для тромболизиса, то почему мы не можем его использовать для принятия решения об эндоваскулярном вмешательстве. Перфузионные методики. То есть перфузионные методики оценивают состояние ткани мозга косвенно. То есть мы вводим контраст, смотрим, как этот контраст распределяется по ткани, и в зависимости от изменений показателей перфузии мы делаем вывод о том, данная ткань жизнеспособна или нет. Мы можем использовать автоматизированные системы обсчета, такие как Рэппет или Оля. Можем смотреть просто на перфузионную картинку и сравнивать, например, объем зоны с измененным кровотоком и с объемом кровотока. То есть у нас очень много методов, но нет некого универсального подхода, который показал бы нам, что данная ткань жизнеспособна, данная ткань нет, которой мы бы следовали принять решение независимо от времени и от начала заболевания, потому что время – это некий суррогатный признак. Это суррогатный критерий, и мы знаем, что существуют пациенты, к нам поступают пациенты, у которых скорость инфаркта мозга развивается быстро, у которых медленная скорость распространения необратимых изменений. И все это ведет к тому, чтобы ориентироваться не на временное окно, как таковое, а ориентироваться на тканевое окно. И здесь мы должны концентрироваться не на начальной части этого окна, когда мы понимаем, какие пациенты действительно получат хороший эффект в случае успешной реканализации от нашего лечения. Эти пациенты, они нам известны. Это пациенты с маленьким инфарктом, этот инфаркт расположен в функционально незначимой области. Но основной наш фокус внимания должен быть сконцентрирован на той части пациентов, на той границе, когда мы не знаем. То есть это та самая серая зона между уже неизмененной тканью мозга, когда мы не можем помочь пациенту, и еще на состояниях, когда хоть небольшое улучшение, но пациент от нашей инвазии может получить. И здесь, безусловно, нужен некий какой-то универсальный подход, который помог бы нам упростить эту сложную задачу отбора пациентов. И здесь, если возможно, хотелось бы передать слово аналистам, чтобы они высказали свое мнение, как они видят возможность упростить подход для отбора пациентов на тромбоэкстракции. Есть возможность сейчас, чтобы другие высказали в другие? Мы можем по очереди просто. По-моему, на данный момент лучший способ упростить это просто выработать свою вариацию протокола, которая исходит из реалии возможностей данной больницы. Но, по-моему, самое главное – это обозначить, кто принимает решение о проведении, выполнении того. Потому что на корабле должен быть один капитан, и должен быть один человек, который принимает решение в каждой конкретной ситуации. Для того, чтобы не было каши и не было, по аналогии с поварами, раз ты начал говорить про поваров, что пять человек решают, как готовить блюда, по-моему, это должно опираться на человека, который конкретно принимает решение, в какой-то больнице это будет невролог. Хотя я считаю, что это всегда должен быть тот, кто проводит эндоваскулярное лечение. Дополнительными способами облегчения является наличие снимков и возможности интерпретации снимков с телефона или с какого-то мобильного устройства, и принятие решений на основании клинических испытаний, собственного опыта и желания больного. Потому что в итоге универсального не может быть в лечении инсульта. Такого не бывает. Люди разные, ситуации разные. Главное – это постоянство протокола в конкретном центре или в конкретной больнице. По-моему, так. Я еще могу сказать от имени более-менее нашего опыта в больнице. К сожалению, те ситуации, когда мы брали пациентов с относительно низким аспектом и получали в последующем геморрагическое пропитывание, конечно же, очень неврологов в последующем пугают. И вот этот вот самый вопрос, то, что Микаэль говорил, кто принимает решение относительно тактики у этого конкретного пациента, он действительно, наверное, самый главный, потому что, как вот, я думаю, во многих больницах, так сказать, это в России происходило, что неврологи изначально очень так аккуратно, скажем так, относились к методам тромбоктомии. Так оно, в общем, и до сих пор происходит. И когда случаются какие-то осложнения, это каждый раз несколько отбрасывает на исходные позиции. Но, тем не менее, все равно пытаемся пациентов с более или менее низким аспектом брать на тромбоктомию. И, конечно, если есть еще перфузия, то это очень сильно помогает, когда можно просто визуализировать и показать, что вот у вас зона инфаркта, а вот у вас зона как бы ишемии, да, и есть возможность еще помочь. Если перфузии нет по каким-то причинам, то намного сложнее просто принимать это решение. Я бы посоветовал, я хочу два слова буквально добавить. Я бы посоветовал в таких ситуациях, когда разногласия с неврологами или с кем-то еще по поводу брать или не брать, и клиника за то, чтобы брать, и перфузия за то, чтобы брать, это напомнить им, что если у тебя действительно максимальная окклюзия, типа М1 или базилярная или внутренней сонной артерии, то ухудшить этого больного вы все равно, даже если очень постараетесь, не сможете. Как правило, вы либо им поможете, либо им не поможете, но вы не ухудшите, потому что ишемия размером 150 миллилитров или геморрагическое пропитывание, исход будет практически одинаковым. А так вы, по крайней мере, попробовали чего-то, потому что основной врачебный принцип «не навреди» все равно сохраняется при этом, и вы не сделаете больному хуже, вы просто не сделаете ему лучше. По-моему, так. Единственное просто хочу добавить, что, на мой взгляд, важно очень у себя в стационаре перевести неврологов, перековать в нашу веру. И как только вот этот вот барьер удастся пройти, тогда больше получается и контакта, и, конечно, абсолютное согласие, что принятие решения уже совсем точка, это вопрос хирургический, то есть это вопрос эндоскулярного хирургии. Вот у нас в стационаре нам достаточно посчастливилось, у нас практически сейчас не осталось неврологов, а не все неврологов, которые не тропны к тромбоэкстракции, не тропны к достаточно активной тактике. Лучший способ стимулировать неврологов, это я как невролог скажу, это приветствовать или вдохновлять неврологов заниматься нейроинтервенциями, чтобы Кириллов было больше в России. И тогда, мне кажется, вот этот барьер невидимый, он сглазится, потому что неврологи из поком веков считались людьми, врачами, которые диагностируют все, но не лечат ничего. И эта ситуация очень изменилась за последнее время, и так как в России это очень мультидисциплинарный подход к тому, кто может заниматься нейроинтервенцией, мне кажется, что неврологи, я, конечно, не могу заставить неврологов полюбить это, но мне кажется, будут многие, кто захотят и будут послужить примером всем остальным. Могу от себя сказать, что в России лечение инсульта это максимально командная игра. Да, участвует хирург эндоваскулярный, участвует специалист по визуализации, невролог, но так получается в России, что в большинстве случаев каждый знает свою часть, как флюс. Поэтому я бы разделил эту команду на две части. Первая часть – это невролог и специалист по визуализации. Они могут сказать, что да, это кандидат для тромбоктомии, ему можно помочь. Хирург может ответить на вопрос, а могу ли я это сделать технически или нет. Потому что эндоваскулярные хирурги часто у нас, ну, у нас другой тип образования. Не все могут посмотреть на эровизуализацию, не все могут посчитать банальную шкалу аспектов, да, перфузию и все остальное. Поэтому основа в отборе пациента все-таки, мне кажется, лежит на неврологе. Вот у нас принято так, чтобы был один лечащий врач, который уже собирает команду. У нас этот человек называется невролог. Невролог принимает решение, что да, нужно привлечь эндоваскулярного специалиста, и вместе мы уже это решаем. Это действительно так. А что касается, что использовать в плане нейровизуализации, ну, например, для меня большой вопрос. А почему мы в первые 6 часов используем аспекс, и нам этого достаточно, а через 7 часов нам нужна перфузия? Быть может, если мы идеально считаем аспекс, и аспекс хороший, и через 12 часов, почему этого не может быть достаточно для того, чтобы делать тромбоктомию? Ну, вот мы у себя, Дмитрий, подошли к тому, что если аспекс 10, мы перфузию не делаем, вне зависимости от временного окна. Перфузия делается в любом случае, даже если вроде это маленькое время, мы все равно делаем перфузию, аспекс 9, и все, что ниже, это перфузию делает. Я вам скажу больше. Мы часто видим ошибки перфузионных карт в первые 2-3 часы начала заболевания. Перфузия приходит отвратительная, ошибочно мы получаем большой кор, но аспекс хороший, мы берем пациента на интервенцию и получаем полное функциональное восстановление. Поэтому это, вот я согласен с Микаэлем, каждый стационар для себя должен решить, по какому протоколу он действует. Это зависит от многих вещей, это зависит от того, могут ли делать перфузию вообще в клинике или нет, насколько хорош аппарат, есть ли станция для автоматического обсчета. Вот шкала аспекса, она, казалось бы, простая, но это очень большая проблема, внедрить в каждом стационаре 24 часа в сутки, чтобы каждый мог ее хорошо посчитать. Например, в нашем стационаре есть большой разброс в подсчете этой шкалы аспекса. И поэтому обычно при принятии решений несколько человек пересматривают это. Везет, когда есть программа автоматическая, обсчета, которая может посчитать не только перфузионные данные, до объема короба и нубра, но банально посчитать аспекса, покрасить ее, вот смотри, вот здесь, здесь, здесь уже есть изменения. Мне кажется, это принципиально важно. Самое главное, по-моему, это, я понимаю, что в разных больницах разные ситуации, но надо всегда помнить о том, что время, время, так сказать, счетчик тикает. Нельзя собрать консилиум из пожарников и решать, тушить пожар или не тушить пожар. Это надо делать очень быстро. Будет это делать невролог, будет это делать эндоваскулярный специалист, будете ли вы это делать вдвоем. Все, что работает в вашем конкретном центре и не вредит больным, по-моему, будете ли вы использовать аспект, будете ли вы использовать перфузию, нет универсальных правил. Универсальное правило одно, надо помочь больному. Это самое главное универсальное правило. И я согласен с тем, что эндоваскулярные хирурги не обучены нейровизуализации, но это совершенно не означает, что не надо их учить этому. По-моему, надо продолжать учить всех эндоваскулярных специалистов нейровизуализации, потому что рано или поздно, мне кажется, что решение должно быть, я глубоко убежден, что в итоге решение должно быть именно на человеке, который выполняет эндоваскулярное вмешательство. Если сейчас к этому не готовы, то к этому надо, по крайней мере, стремиться. Двинемся дальше. Я могу продолжить свою часть. Хотел поговорить про типичные ошибки. Мы получили совсем недавно данные по Москве за 2019 год. И по этим данным видны уже некоторые, скажем так, вектора, в каких стационарах или в каких командах есть недочеты, скажем так, в оказании данного вида помощи. И, пожалуй, самая большая ошибка на данный момент, если мы говорим про стационары, которые занимаются рутинно тромбоэкстракцией, это даже не то, что пациенты берут уже большую зону инфаркта, или как-то берут на границы показаний, а то, что пропускается окклюзия крупной церебральной артерии. И если мы возьмем цифры по Москве, то есть стационары, у которых доля, проведенная тромбоэкстракцией, соответствует 10%, а есть стационары, у которых эта цифра 2%. То есть скорая везет примерно равномерно. У нас есть группа стационаров приоритетных гоститализаций, в которые попадают пациенты после догоспитального отбора. И по всем районам эта цифра плюс-минус одинаковая под данным скорой медицинской помощи. Но часть стационаров более активен, а часть стационаров показывает существенно меньшие цифры, существенно меньшую операционную активность. И почему так происходит? Получается, что не выявляют окклюзию крупной артерии, либо выявляют, но по каким-то причинам не выполняют операцию. В каких ситуациях наиболее часто не выполняется котенгиография? Это когда пациент поступает либо с малым неврологическим дефицитом, либо с феликтуирующей симптоматикой невролог смотрит, видит, что неврологические симптомы не столь выражены и принимает решение не делать котенгиографию. В итоге пациент попадает в отделение. Через какое-то время, если это ночное время, бывает так, что уже утром обнаруживают выраженный неврологический дефицит. Или приходится решать вопрос о выполнении нейровизуализации уже по ходу, когда нарастают симптомы. Кирилл застрял? Кирилл завис, да? Я думал, это у меня, может быть, зависло. Нет, Кирилл завис. Или его выкинуло? Даже не знаем. Дмитрий Владимирович здесь, с нами. Сейчас Кирилл сможет обнулиться, сейчас это популярно. Кирилл завис, мы сделаем change. Ага. Включил? Проченье, технические вопросы. Скажи, куда-то скинули. Сверху. Сверху. Угу. 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 Хорошо. 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 Так, мы возвратились. На чем я остановился, когда я в последний раз был виден? Меня слышно? На этом слайде, да. На этом слайде. Да. Ну, речь была о том, что разная операционная активность у разных стационаров пропускает окклюзии, и бывает так, что ориентируясь на малую выраженность нейрологического дефицита, не делают котендиографию, решают начинать, или, например, начинают лизис, на лизисе видят хороший регресс, тоже не делают тромболизис, поднимают в нейроблок, и уже по ходу, либо утром встречают пациента с глубоким дефицитом, или в отделении уже видят, что нарастают симптомы и решают все-таки спустить пациента на КТ и повторить КТ-ангиографию. Здесь основная мысль какая, что если стационар работает на большом потоке пациентов, которые к нему целенаправленно везут для выполнения тромбоэкстракции, у него рутинно должна быть налажена выполнение КТ-ангиографии, независимо от выраженности нейрологического дефицита, особенно если он поступает в первые 6 часов от начала заболевания. То есть только таким образом можно повысить выявляемость окклюзии крупной церебральной артерии. Естественно, что бывает ситуация, когда очевидно, что это может быть даже не острое нарушение мозгового прообращения или совсем не выраженный дефицит, но если есть возможность сделать, то почему бы, собственно, не сделать. Второй момент – это когда пропускаются окклюзии, то есть делают КТ-ангиографию, но не выявляют окклюзии крупной артерии. Когда это может быть? Например, это окклюзия М2, сегменты среднемозговой артерии, она закрыта таким образом, что не видно анатомически эту окклюзию, хотя дефицит может быть достаточно выраженный. Второй момент – это когда поражены артерии в вертебрально-базиллярной системе, ну, например, в сценарий какой? Поступает пациент, у него вроде бы как клиника правополушарная симптоматика, делают КТ-ангиографию, и весь фокус внимания сконцентрирован на правой среднемозговой артерии. Пациента, соответственно, оценивают право в среднемозговую артерию, убеждаются, что она не окклюзирована, невролог забирает пациента к себе в отделение, а потом через некоторое время получает заключение от врача лучевой диагностики окклюзии базиллярной артерии, тут он смотрит, вроде бы как и пациент начинает ухудшаться. А при окклюзии основной артерии часто бывает проградиентное течение симптоматики. Там бывает разная ситуация, бывает острый возникший неврологический дефицит с развитием общей мозговой симптоматики, а бывает очень такое бяло текущее проградиентное течение в силу особенностей данного бассейна. Поэтому должен быть алгоритм оценки всех бассейнов, независимо от клиники. И переходя к нетипичным ситуациям, как клинический пример, поступает пациент 60 лет, 2 часа от начала заболевания, правосторонняя геморрегия, афазия в дебюте заболевания, по скорой, вроде бы как, отмечалась в люктуации выраженности неврологического дефицита, к моменту поступления в стационар суммарный балл по шкале инсульты на H составлял примерно 5 баллов, но опять же наблюдалась люктуация от 5 до 12. И когда выполняли КТ, балл был 5. Пациент был с отягощенным сосудистым анамнезом, было стентирование коронарных артерий, принимал варфарин, позже выяснилось, почему он принимал варфарин. И выполняется КТ. На КТ, на нативном КТ, мы уже видим изменения в области лентикулярного ядра слева. Есть уже даже область с достаточно выраженным снижением плотности. И выполняя КТ, мы видим не и стеноз, в достаточно дистально расположенном русле, и окклюзию довольно дистальную. Соответственно, опять же, возвращаясь к... Выполняется КТ-перфузия. И на КТ-перфузии мы видим достаточно большую зону. Причем она преимущественно представлена временными характеристиками перфузии. То есть мы видим сохраненный объем, даже несколько повышенный в левом полушарии. Мы видим нормальный кровоток, церебро-блот-флоу, и увеличенный тайм-ту-пик. В данной ситуации какая будет наша тактика? Что мы предпринем? Будем ли мы наблюдать этого пациента, либо мы поднимем его в операционную для выполнения диагностической ангиографии, чтобы разобраться, что же там в этом сосудистом русле-блодистальном происходит. Потому что у пациента была выполнена КШ, то есть мы предполагаем, что, возможно, там есть интеркорниальный атеросклероз, и с ним связаны на этой ситуации с учетом хороших коллапаралей. Или мы сразу принимаем решение делать интервенцию, независимо, скажем так, ни от чего. Или какой-то другой вариант. Мы бы у себя, позвольте скажу, что мы бы у себя, конечно, выполнили церебральную ангиографию, потому что все-таки это третейский судья, если есть какие-то сомнения при КТ-ангиографии, слабое контрастирование, какие-то сомнительные прокрашивания, то мы, конечно, стараемся всегда выполнять церебральную ангиографию, которая нам больше откроет возможности и, возможно, решит этот вопрос с диагностической точки зрения и уже принять решение про ее результат. Ангиограмму, по-моему, надо делать обязательно, потому что надо ответить себе на вопрос вот это вот, то, что ты видишь на КТ-перфузии, вызвано ли это стенозом или вызвано ли это этой окклюзией, соответственно, ухудшится ли это во следующие часы или останется одним и тем же. Более того, все равно пациенту внутривенного тромболизиса не предвидится, потому что, во-первых, он на варфарине, во-вторых, там уже инфаркт на КТ, поэтому, если ты ничего не сделаешь, ты больному ничем не поможешь. Поэтому ангию это делать точно нужно, а там уже решать по ситуации. Я напомню, что на момент КТ у него было 5 баллов по шкале NH, да, и время было 3,59, это дополнительный еще такой фактор. То есть, не такая простая ситуация, да, для принятия решения. 5 баллов по NH, возможный атеросклероз, с которым мы не знаем, как поведет себя, да, наш инструмент на этом стенозе, возможном стенозе. Да, то есть, для нас это было непросто, но решение пришло, когда у пациента опять начала возобновляться симптоматика, опять появилась афазия, на рост пареса, мы уже приняли решение. Это произошло практически сразу после того, как мы начали оценивать КТ-перпузию, то есть, это произошло в КТ, и мы уже решили не ждать, не поднимать его в блок, а поднять его в операционную. Дальше я передаю слово Дмитрию Владимировичу, там уже начинается техническая часть. Мы решили поделить это на две части этого пациента. Демонстрация экрана или как-то это сделано? Уважаемые коллеги, тот же самый пациент, который вот доставлен уже к нам в рентгеноперационную. Есть некоторые плюсы от того, что у тех, кто проводит нейроинтервенцию есть кардиологический бэнкграунд. Вот посмотрите, первый рентгеновский снимок, и мы видим, что у пациента есть два имплантированных устройства. Одно из них оптимайзер, он вкручен на межжелудческую перегородку, а второе кардиоэртор-дефибриллятор. Мы понимаем, что это больно с неостоящейся кровообращением. Оранжевая стрелочка, если вы приглядитесь, вы увидите, что это имплантирован биологический клапан в вортальную позицию, это, возможно, источник эмболии. Еще одна стрелочка показывает, что там есть старый имплантированный стенд. Но, пожалуй, плюсы того, что интервенционный кардиолог занимается тромбоэкстракцией, наверное, заканчиваются, дальше начинаются сложности. Ну, вопрос первый, который встает, это какой сосудический доступ использовать. Есть разные варианты, об этом сегодня будет говорить Анна Евгеньевна и Микаэль. Я думаю, что немного коснется. Я могу сказать только, что бедренный доступ для нас является доступом номер один, это рабочий доступ. Все остальные доступы являются доступами резерва, когда первый доступ, каким-то причинам не удается. У бедренного доступа есть масса проблем, и со всеми этими проблемами мы столкнулись у нашего пациента. У него была элонгированная аорта, у него была сильная извитость сенавризма и аорты, неудачный угол. И вот, если вы посмотрите на ангиограмму, все эти неприятности есть. Вы видите выраженную извитость внутренней сонной артерии, мы видим неудачный угол отхождения, мы использовали разные катетеры, джаткинс правый, два катетера сим, катетер хантер. В результате нам удалось завести наш катетер, гайд-катетер, но, к сожалению, высокий пациент, извитая аорта, и катетер неронмакс у нас закончился полностью, а его дистальная часть только чуть-чуть вошла в общую сонную артерию. И как только мы убрали оттуда стилет, то гайд-катетер выскакивал. В такой ситуации хорошей поддержки у нас нет, у нас не удается высоко завести наш гайд-катетер. И вопрос ко всем, что вы будете делать в такой ситуации, какие приемы вы используете? Правый радиальный доступ. Если верить углу по иллюстрации, то легче будет пойти правым радиальным доступом. Именно на иллюстрации, на картине. Вот я вам показывал геограмму, можете посмотреть. Здесь может это не настолько будет практически, хотя сложно сказать, опять-таки очень может быть, что это был бы выигрышный вариант. попробовать пойти правым. Если не получается пойти правым радиальным доступом, потому что шаттл в этой позиции через это просто ничего не пройдет. Он действительно должен быть выше. Это один вариант. Второй вариант это просто попросить сосудистого хирурга открыть доступ через сонную артерию и идти прямо через нее. У кого еще какие предложения? Я согласуюсь. Такая хорошая, прямая. Да. Анна Евгеньевна. Такая хорошая, неизмененная, прямая, общая сонная артерия прямо манит прямым доступом, каротидным. Я соглашусь с Михаилом, что попробовать конечно сначала лучевой, там, брахиальные доступы и если не получается, то тогда мы бы без сосудистых хирургов функционно. Функционно соглашусь. Но надо шея короткая, некороткая. Некороткая, очень длинная шея, высокий пациент, ориентиры все хорошие. Прямой доступ в общую сонную артерию. Но, конечно, после попытки катетеризации лучевым и брахиальным мусором. Мы поступили точно так же. Для себя мы решили, что мы попробуем доступ через правую руку. Если он не удастся, то сделаем прямую каротидную пункцию. Хотя, честно говоря, вначале думали, что может быть и прямая каротидная пункция будет более быстрой и выигрышной. Очень хороший был анатомический ориентир, но тем не менее пошли через руку. Лучевая артерия у пациента была окклюзирована, все пункции мы проводим в последнее время под ультразвуком. Лучевая артерия видимо, после старых вмешательств на кронарных артериях сложно говорить из-за чего. Поэтому доступ был плечевой. Вот так он был осуществлен. Правый брахиальный доступ. Мы использовали систему доставки это гайд-катетер Ньюрон Макс, внутри которого находится длинный катетер СИМ-2. Завели в общую сонную артерию. К сожалению, угол оказался такой, что заводить гайд-катетер наверх по диагностическому катетеру было крайне сложно. Система выбивала назад. В этом случае мы используем следующий прием. Мы использовали два проводника 35-х. Мы видели на демонстрациях, что некоторые нейроинтервенты такое используют. мы попробовали сделать точно так же. Кроме того, мы использовали параллельно гидрофильный проводник для того, чтобы начать навигацию и негидрофильный проводник, поскольку он не такой скользкий, не так легко выскакивает назад. Эта система позволила нам поднять наверх гайд-катетер. Вот так это выглядит на схеме. СИМ-катетер катетеризация. После этого мы подвели наш нейрон-макс в начальную часть общей сонной артерии. Используя второй 35-й проводник, мы смогли адекватно поднять в нужное положение наш гайд-катетер. Итак, сделали ангиографию. Что мы увидели? Мы увидели вот такое поражение. В дистальном отделе среднем мозговой артерии мы видим сужение, какое-то просветление внутри. И видим еще стрелочка 1 показывает дистальный по всей видимости эмбол. Всегда вопрос, что это такое. То ли это атеросклеротическое поражение, осложненная бляшка, а выше улетел просто кусочек эмбола, а может быть это просто два тромба, один сидит максимально, второй дистальный. Честно говоря, у нас довольно большое количество случаев, когда однозначно судить об этом сложно. И вначале мы склонялись к тому, что возможно это тромбоз инсит, и учитывая массивный атеросклероз у пациента, выраженный периферический атеросклероз, бляшки в сонных артериях, в коронарных артериях, на кратном стендировании макоша, мы не могли исключить, что там все-таки есть атеросклероз. Что в такой ситуации бы делали вы, уважаемые эксперты? Вот такое поражение. Микаэль? Я бы попробовал аспирацию GEDD первым, первонаперво. И я бы начал аспирировать максимальный пораженного сегмента и просто завел бы на проводнике ее там, где цифра 1 и посмотрел бы, что вычистится, а что нет. и уже дальше по ситуации в зависимости от того, насколько успешнее будет тромбо-аспирация. Кто-то еще хочет высказаться или согласно с коллегами? Ну, сегодня семинар компании Пенумбра, конечно, мы аспирацию начали использовать. Да, это так. Мы использовали катетер ACE-68, для максимального поражения и тримакс для дистального. Тримакс сработал, мы смогли убрать дистальный тромб, это было эффективно. После аспирации в дистальном отделе среднемозговой артерии, вот это основное поражение, вы видите, как изменилась форма. Мы четко увидели, что мы, по всей видимости, имеем дело с эмболом. Это не похоже на атероспиратическое поражение. Четко появилось просветление, которое отделилось от стеночки. Мы пробовали несколько делать раз аспирацию вот таким образом. Кроме того, проводя проводник, мы увидели, что проводник заходит еще и в одну ветку, вот она обозначена пунктиром. Несколько пассов аспирации были неэффективными, после этого мы взяли комплекс микрократегов, микропроводник, классически завели в еще одну ветку, раскрыли ретривер в области предполагаемого тромба, подвели наш аспирационный катетер прямо к месту тромба. Мы всегда используя комбинированные методики, подводим наш аспирационный катетер, складывая максимальную часть ретривера, мы абсолютно этого не боимся, прямо к нему до момента стопа аспирации. После того, как у нас остановилась аспирация, слышно меня? После того, как остановилась аспирация, мы ждем в общей сложности 5 минут, и после этого извлекаем комплекс вот таким образом. Мы стараемся извлекать его с небольшой скоростью и плавно, и всегда нужно помнить, что когда анатомия сосуда не самая идеальная, то есть он очень сильно извит, есть большие риски дернуть, получить джамп катетера. Здесь движения не совсем идеальные были, но это максимально то, что удалось сделать, но всегда помнить, что после этого поворота, который может прыгнуть и ослабевать немного свои усилия, мы стараемся, чтобы движение наше было максимально плавным. Вот такой тромб мы извлекли. Честно говоря, за мою практику это второй раз мы такой тромб извлекаем, первый раз года 4 назад такой был. Тромб вообще, когда мы это взяли и отмыли, это был в лист. И по всей видимости, это тромб, мы сделали гистологию, это оказался практически полностью фибриновый тромб, наверное, он сформировался на искусственном клапанном сердце, по крайней мере, я так себе это представляю, не похоже на тромб, который вылетает из полостей сердца. Результат тромбэкстракции вот такой, мы установили хороший кровоток по среднемозговой артерии, вы видите, что основной ствол среднемозговой артерии был тоже закрыт этим тромбом, это было так прикрыто, что мы эту веточку не видели, мы фактически нащупали ее только проводничком, что да, она там есть. Если говорить о ключевых моментах техники тромбэкстракции, чем он интересен? Ну, первое, это конверсия доступа с бедренного доступа на плечевой доступ, и для себя могу сказать, что последнее время мы быстро принимаем решение, только мы видим, что доступ неудачный, хорошей поддержки инструментов нет, нужно как можно быстрее принимать решение о том, чтобы перейти, иначе потеря времени, много попыток, время это мозг, поэтому тут решение нужно принимать решительно. Катетеризация, успех катетеризации, безбаллонный гайд-катетер и удлиненный сим, он позволяет хорошо работать через ногу и через руку, в случаях ингуляции выраженных мы не используем баллонные гайд-катетеры, потому что они очень ломкие, их очень тяжело проводить. И для усиления поддержки мы использовали два проводника 35-х, это дало большую поддержку, чем Стив, проводник, два простых проводника оказались более эффективными для поддержки. смена стратегии, не сработала комбинация, что делать? Да, мы будем добавлять к нашему аспирационному катетеру ретривер. Ну и дистальное поражение, дистальных поражений, сейчас появился новый термин, был термин ЛВО, появился новый термин МВО, для таких артерий мы иногда используем аспирацию 3-макс или через 27-й микрокатетер. Ну и особенности тромбоэкстракции на сегодняшний день это риск заразиться от наших пациентов, потому что часть наших пациентов, и в том числе тем, которым проводим тромбоэкстракции, оказывается положительная COVID, и обычно эту информацию мы получаем через день, а иногда и через 2 дня, через 3 дня оказывается, что это COVID-позитивный пациент, поэтому мы используем защиту. Вначале мы пытались использовать вот такую комбинацию защиты глаз, мы знаем, что слизистые очень важно защищать. Это комбинация рентгенозащитных очков, да, вопрос, что мы больше боимся, вируса или поражения хрусталика, поэтому вначале мы использовали рентгенозащитные очки, поверх которых надевали изолирующие очки, но сейчас мы от этого отказались, вот так это было раньше, сейчас мы отказались в пользу использования щитка. Рентгенозащитные очки плюс щиток. Изолирующие очки И очень сильно потеет. Последняя наша тромб экстракция на прошлой неделе, это был какой-то ужас в очках. Мы переставали что-то видеть. И самое неприятное, что ты в красной зоне начинаешь снимать с себя эти очки, нарушая все принципы безопасности. Вот так выглядит обычно наша интервенция. Костюм типа Тайвик с двумя перчатками. Распиратор, защитный щиток. Поверх этого всего мы надеваем рентген на защиту нашу, а сверху уже обычный хирургический костюм. Вот такой выглядит наш рентген операционный. Мы стараемся, чтобы пациента... Мы обычно вели пациентов на седации. В условиях COVID мы стараемся переводить пациентов, интубировать их, причем стараемся интубировать за пределами операционной. И в аппарате искусственной вентиляции использовать дополнительный фильтр на выхлоп, да, для того, чтобы уменьшить риски вирусной нагрузки на персонал. Мы используем средства индивидуальной защиты и стараемся, чтобы все стояли максимально далеко от пациента. Еще важный момент. Проверьте, насколько работает ваша вытяжка в операционной. Потому что показано, что negative from pressure, да, это наиболее безопасный способ работы на сегодняшний день. Спасибо. Кирилл Владимирович, продолжите, чем закончился клинический... Дмитрий Владимирович, у нас в процессе доклада... Да, можно я продолжу. Сейчас, сейчас. Да, вопросы. В процессе доклада поступило ряд вопросов. Если вы откроете вопрос-ответы и вкратце на них ответить. Так, сейчас попробую это сделать. Внизу, по-анализу. Ну, самый главный вопрос, когда будет фуршет. Прелесть веб-семинара заключается в том, что фуршет можно начать прямо сейчас. Прямо сейчас, да. Вот там есть открытые вопросы, наверное. Телескоп 125 и жесткий проводник 35-й. Да, мы это используем. Иногда для усиления поддержки мы используем телескопическую систему в виде нейрон-макса, внутри эйс, кататор семейства эйс, внутри 3-макс. И внутри этого 3-макс, не доводя до кончика, мы иногда используем 35-й гидрофильный проводник. В некоторых случаях это усиливает нашу поддержку. Да, жесткий стив, конечно, мы используем 35-й, но вот в нашей практике показало, что два проводника 35-х более эффективны, чем один 35-й стив. Не теряя времени выведет прямой доступ, да, альтернативная техника, но вот мы в этом случае перешли на плечо. Могу сказать, что я знаю часть опционаров, которые легко переходят на прямой каротидный доступ, получают хороший результат. Мы крайне редко это используем, несколько побаиваемся этого. Да, Дмитрий Владимирович, там у нас есть пункт «Вопросы-ответы». Да, где они? Вот я вижу вопрос-ответы. Демонстрация экрана, зеленая кнопка, а вот справа… Да, радиальный доступ был недоступен, у пациента был окклюзирован луч. Правый луч был окклюзирован после предыдущих интервенций. Если СИМ не дал поддержки, что еще? Ну, основные катетеры мы используем для такого доступа, это катетеры СИМ, конечно же, это основные наши катетеры. При бычий аорк иногда Джаткинс используем. Были случаи, когда парадоксальным образом катетер Джаткинса левой удавалось из правой руки зайти в левую сонную, в левую подключичку. Это тоже возможно бывает. На КТ не оценивали другую? Да, оценивали на КТ, и мы знали про эту проблему, которая есть. В некоторых случаях по картинке мы сразу понимаем, что нужно идти через руку. И были такие случаи, когда мы отказывались полностью от бедренного доступа. Это был тот случай, когда нам казалось, что мы справимся через бедро. Скажу вам честно, такой большой проблемы я не ожидал. Кто красиво рисует? Это я рисую, это мои рисунки. Какой проводник используется для доступа в М2? Стандартный, наверное, 0.14 проводник. Если мы используем коронарный проводник, то обычно это Whisper Light Support. Если вопросов нет, я покажу, чем закончился случай. На следующем сутке было выполнено КТ в динамике, и мы видим, что клинический пациент стал существенно лучше. У него хорошо восстановилась мышечная сила в ноге, в руке оставался порез где-то до 3 баллов, и полностью ушли речи и расстройства. И мы видим формирование небольшой внутримозговой гематомы в области лентикулярного ядра слева, как раз в том месте, где мы видели изначальную зону инфаркта на первом КТ. И напомню, что пациент был с искусственным клапаном и на варфарине. Соответственно, стала дилемма, как дальше этого пациента вести. Соответственно, опять же, вопрос панели, как бы они бегли бы этого пациента, и какие были с ними этот счет. Пациент с искусственным клапаном, есть гематома. Разве не биологический протез, простите, пожалуйста? Нет, там был лепестковый. Биологический, да? У него еще фибрилляция председателя на первом КУСКе, и с этого биологического клапана была инвалидная. Поэтому вопрос с антикоагулянтами. Просто если клапан биологический, то отменить антикоагулянты буквально на пару дней не представляет большой проблемы. Оценить, соответственно, динамику и дальше уже возобновлять антикоагуляцию или прямыми антикоагулянтами, или непрямыми. А можно прямые антикоагулянты применять при клапане-то? Я у кардиологов спрашиваю. Не новый. Там был механический клапан, там был небиологический клапан. Там был механический клапан. При механическом клапане можно не варфарин применять, а новые антикоагулянты? Новые нельзя. Ну да, правильно. Вот я хотел... Прямые – это гепарин. Ну, с гепарином же вы не выпишите больного навсегда, правильно? Нет, речь идет о госпитальном периоде все-таки. А потом опять на варфарин? А потом опять на варфарин, да. То есть, по касанию приема аспирина, потому что у него встанет стоит. Ну, всегда вопрос. То есть, пациент был со всех сторон непростой. В данном случае мы не отменяли антикоагулянтную терапию. Мы вели данного пациента под довольно-таки жестким контролем. Ну, под контролем гемодинамики, чтобы не было повышения давления. Но в целом у нас пациент показывает хорошую цифру артериального давления, не требующую коррекции. И тут два КТ в динамике. Мы видим, что нет нарастания гематомы. Пациент был, по-какому, показательно стабильным. Просто нет нарастания гематомы. Ту часть коры, которая была под риском во время КТ-перфузии, вы ее фактически спасли, потому что на КТ нет никаких повреждений. Одно из преимуществ, по-моему, такого фибринового тромба, это в том, что они сложнее фрагментируются. То есть все эти манипуляции не вызвали кучу маленьких тромбиков, которые полезли в М4 веточки и дали вам, что у вас КТ выглядит отлично после и постоперационной, в общем-то, как и ожидалось. У нас все. Давайте мы тогда благодарим Кирилла Владимировича, Дмитрия Владимировича. И следующий у нас выступает Анна Евгеньевна. Поэтому мы ее все приветствуем. Спасибо. Я сейчас попытаюсь демонстрировать свой экран. Будем надеяться, что все получится. Я пока начну говорить. Да, если можно, вот на меня основной экран, потому что я не могу продемонстрировать свой экран. А, вот, все, извините, вижу. Вижу, вижу. Вижу, вижу. Ну, вот, сегодняшние темы у меня будут артериальные доступы, про которые уже, естественно, начали говорить. Невозможно вообще, в принципе, про любые манипуляции говорить, не обсуждая артериальные доступы. Вы выключили демонстрацию презентации. Да, 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 сейчас все будет. Сейчас все будет. Ну, вот, с точки зрения того, как получить максимальный успех, максимально быстро, скажем так, успех при тромбоэкстракции, на самом деле, с моей точки зрения, наиболее важный вопрос – это все-таки правильная диагностическая маршрутизация. Мы все знаем, что не у всех, к сожалению, в России возможно доступно, скажем так, широко доступно КТ-ангиография, но в данном случае, вот, с моей точки зрения, все-таки, если стационар начинает заниматься, или тем более уже активно занимается тромбоктомией при ишемическом инсульте, нужно приложить просто все возможные усилия для того, чтобы КТ-ангиография была доступна в любое время, потому что, если мы знаем заранее анатомию дуги аорты и проксимальных сегментов ее ветвей, то вопросов у нас, ну, я не могу сказать, что их не будет возникать, да, но все-таки это ключевой фактор для того, чтобы в последующем сделать нормальный, быстрый, хороший доступ, который нам позволит нормально работать и убирать, соответственно, те эмболы, которые вызывают инсульт. И еще один очень важный фактор, с моей точки зрения, это то, что, да, вот Дмитрий Владимирович тоже про это сказал, что у нас врачи, да, рентген-эндоваскулярной диагностики, это не неврологи, не радиологи, и поэтому, к сожалению, в базовых, скажем так, наших навыках работы с КТ, в общем-то, нет. И с моей точки зрения это, на самом деле, очень сильно мешает, поэтому, опять-таки, если стационар начинает заниматься или тем более активно занимается тромбоктомиями при инсульте, конечно, хочешь не хочешь, врачам РЭДЛу надо взять себя в руки и посадить за учебники по КТ, к своим коллегам обращаться, соответственно, рентгенологам, выполняющим эти самые визуализирующие исследования при ишемическом инсульте. И уж как минимум для начала, с моей точки зрения, это самое простое, начать работать с КТ-ангиографией. Ну, в принципе, это ангиография же, да, только вот весь вопрос во вьюерах и в том, как, так сказать, руками вертеть эти самые компьютерные картинки, 3D-реконструкции и так далее. Но как только вы это начинаете делать, вам становится намного-намного проще с такими пациентами работать. Ну, не могу удержаться, да, из тех дайком вьюеров, которые доступны просто в России, наверное, все-таки самый любимый будет Родиан. Очень быстрый, с очень хорошими возможностями 3D-реконструкции, который читает и ангиографии наши, соответственно, хорошо, и КТ-имиджи. Я сейчас попробую перейти на демонстрацию с анимацией. Не знаю, что из этого получится. Мои извинения. Вот, вроде бы да. Значит, выбор техники катаризации — это, конечно же, классический доступ бедренный, безусловно, собственно говоря, тоже про это уже шла речь. Да, безусловно, мы все этому обучены и стандартно начинаем обычно, как правило, за редкими очень исключениями типа бедренно-подколенного, двустороннего, например, там, аортобедренного шунтирования. Мы в основном выбираем бедренный доступ как классический. В этом нет ничего удивительного, это нормально. Классическая техника катаризации подразумевает стандартную сначала диагностику, да, диагностическим катетером, Джаткинсом, правым или Хэтхантером, или Симмонсом. Первым, как правило, вторым, 100-сантиметровые катетеры, а затем уже после селективной катетеризации гидрофильный проводник длинный, замена на проводниковый катетер баллонный или безбаллонный. Но я бы хотела сказать, что несмотря на то, что это классическая техника катетеризации, которой нас всех врачей Редл, как правило, обучают, что называется, с молодых ногтей, тем не менее, в данном случае крайне желательно от этой техники полностью отказаться в пользу телескопической техники, которая, опять-таки, была уже продемонстрирована в виде использования телескопа проводникового катетера, смонтированного на диагностическом катетере Симмонс 2-й, 125 сантиметров. Если говорить о катетерах, которые доступны, опять-таки, в России, что мы проще всего можем выбрать, это симмонсовские катетеры 125 сантиметров производства Кордис, который теперь кардинал. Но, тем не менее, значит, у нас были некоторое время какие-то трудности с раздобыванием 125 сантиметровых катетеров, поэтому я просто и стала про это говорить. Но, тем не менее, они сейчас доступны, их можно заказывать, цена у них небольшая относительно, и, в общем, скажем так, ваше экономическое начальство в ваших больницах не будет сильно беспокоиться по поводу того, что вы какие-то дополнительные, скажем так, траты осуществляете на это. Ну, а если у вас есть расширенные, скажем так, возможности, то тогда, наверное, диагностические катетеры можно использовать также в том числе и производство Пенумбра, у которых есть свои симмонсы. К сожалению, очень хорошие катетеры, к сожалению, цена их в России оставляет желать лучшего, именно поэтому приходится выбирать, скажем так, более экономичный вариант. Что касается выбора техник катетеризации с точки зрения доступа, то тут опять-таки, когда мы говорим о стандартном бедренном доступе, вход в устье, ну, если речь идет о левой сонной артерии, то в данном случае конкретно при этом изображенном мной варианте особых больших бы проблем, скорее всего, не возникло, по крайней мере, с катетером Симмонса. А вот если у нас у пациента окклюзированные ветви правой внутренней сонной артерии, то изобразила я такой вариант, который наверняка многим хорошо известен. Более того, поскольку, опять-таки, мы не неврологи интервенционные, а именно врачи РЭДЛ, и наверняка у всех наибольший все-таки опыт – это коронарные интервенции, причем у очень многих это коронарные интервенции лучевым доступом. Так вот, если вы вспомните про этот самый лучевой доступ у пациента с извитым брахиоцефальным стволом, то наверняка вам, каждому из вас, придет в голову хотя бы один случай, когда проводник и диагностический катетер, вместо того, чтобы спускаться в восходящую аорту, заходил в общую сонную артерию. Так вот, про это надо вспомнить именно как раз в данном случае для того, чтобы понять, что пройти вот эти вот все извитости со стандартного бедренного доступа будет достаточно сложно, очень непросто. А вот если мы пойдем наоборот со стороны руки, то мы уменьшим и количество извитостей, и общую длину, которую нам надо пройти, получим гораздо лучшую поддержку, и в результате получим, собственно говоря, тот доступ, который нам обеспечит наилучший и наибыстрый результат тромбоктомии. Я специально не стала говорить о том, какой это будет доступ, лучевой или плечевой, потому что, на самом деле, мы, конечно, должны учитывать разные моменты. Но вот у пациента, который продемонстрировали коллеги из больницы Давыдовского, была, например, окклюзирована правая лучевая артерия, да, и, конечно, мы не можем использовать локтевую артерию при окклюзированной лучевой, потому что это может привести к тотальной ишемии кисти. Естественно, это не обсуждается. Тем не менее, если у пациента нормальные и лучевая, и локтевая артерии, то в части случаев можно, в принципе, даже задуматься о том, чтобы использовать локтевой доступ. Как вы помните, все локтевая артерия доминирующая, она больше диаметра имеет, и если думать о том, что придется меняться на инструменты относительно большого диаметра, то чисто теоретически, в принципе, можно использовать и локтевой доступ тоже. Очень изредка, буквально там 2-3 случая, но у нас таких было, когда мы использовали локтевой доступ, и восьмифренчевый интродюсер в последующем меняли. Но это были, правда, очень крупные мужчины с большими запястьями, очень крупной, так сказать, локтевой артерии по пульсации, определявшейся более 3 мм совершенно явно. Ну, чисто теоретически такой доступ, наверное, можно тоже рассматривать в качестве такого исключения, но можно. Безусловно, плечевой доступ, опять же, он, в общем, более-менее классический, но не очень часто использующийся. В связи с этим просто надо, так сказать, периодически вспоминать особенности этого самого доступа. хорошим тем, конечно, что мы при этом имеем возможность спокойно, без проблем поставить интродюсер того диаметра, который нам реально нужен, а не ограничиваться стандартным шестифренчевым радиальным набором. Ну вот, если, так сказать, в большинстве случаев, я бы сказала, нам хватит комбинации брахиального, ой, извиняюсь, феморального и лучевого или брахиального доступов для того, чтобы обеспечить абсолютное большинство интервенций при ишемическом инсульте. Как раз вот в этой же, ну, в этой ситуации как раз, наверное, не стоило бы рассматривать правый лучевой доступ для интервенции на левой внутренней сонной артерии. Но для левой внутренней сонной артерии, повторюсь еще раз, в этой конкретной анатомической ситуации наверняка пошел бы бедренный доступ без особых проблем. Но вот если все-таки у нас не получается ни то, ни другое, испробован доступ бедренный, испробован доступ, скажем так, с верхней конечности, да, неважно, лучевой или брахиальный, ничего не получается. Стоит ли на этом останавливаться? Нет, конечно, нет. У нас есть действительно этот самый вариант прямого каротидного доступа. И в большинстве стационаров есть лучевые наборы, которые вполне можно использовать для этого. Либо если у вас нет лучевого набора, на самом деле прекрасно можно использовать и стандартный бедренный доступ. Вообще на самом деле каротидный доступ был описан иглой 18 ГОШ, 8-сантиметровой стандартной иглой, которая используется в наборе для обедренного доступа. О чем нужно обязательно помнить, если вы решились идти на каротидный доступ? Это тот вариант доступа, который обязательно нуждается в контроле. Контроль может быть либо ультразвуковой, визуализирующий контроль я имею в виду. Контроль может быть либо ультразвуковой, либо если у вас нет доступного ультразвукового аппарата, не надо этого пугаться. Дело в том, что мы никогда не идем на каротидный доступ сразу. Все про это помнят. У нас, как правило, уже к этому моменту стоит бедренный интродюсер. Ставьте диагностический катетер, делайте этот самый каротидный доступ под флюорокскопическим ангиографическим контролем. У вас будут все ориентиры, вы максимально обезопасите пациента таким образом, да и себя тоже. Что нужно помнить, опять-таки, когда мы говорим про прямой каротидный доступ, это то, что точка пункции должна приходиться обязательно ниже бифуркации, минимум на 2 см. Это важно, чтобы избежать пункции непосредственно бифуркации общей сонной артерии, рефлексогенной зоны. Я уже не говорю о том, как бы мы в данном случае не обсуждаем, конечно, стенозы устья внутренней сонной артерии, и речь идет о внутримозговых уже окклюзиях. Пульсация при этом определяется, как правило, на уровне щитовидного хряща между ножками грудино-ключично-соцевидной мышцы, визуализирующий контроль, который я уже упомянула. В общем и целом, оказалось, что это не настолько сложно, насколько представляется по первому, скажем так, впечатлению. Достаточно простая пункция, очень прямой путь и, в общем, конечно, довольно большой успех этой дальнейшей манипуляции. Наверное, пожалуй, единственный вопрос, который все-таки стоит по-прежнему себе задавать, настолько ли это безопасно в условиях, если пациент получил тромбоэлитическую терапию или тем более, если она все еще продолжается. Ну, вот, обязательная визуализация, она, конечно, существенно уменьшает вероятность проблем, но не могу сказать, что до нуля. Нам, в принципе, надо избежать еще многого другого, что мы не видим, например, при флюороскопическом контроле. Но, тем не менее, да, в общем, еще раз повторю, эту пункцию, этот доступ надо помнить и использовать его, особенно в ситуациях, когда сильные извитости мешают нам нормально подвести инструменты к внутри мозговым отделам, соответственно, церебральных артелей. Статья, которую я привожу ниже, это обзор Максима Мокина и соавторов, так сказать, нашего, скажем так, виртуального друга по Ангиопихче. Очень хорошо и подробно все описаны, там несколько случаев приведено, описано достаточно много подробных рекомендаций тоже по функции. Но надо сказать, что вообще, если говорить о русскоязычных источниках, то не составляет больших проблем найти подробное весьма руководство по каротидной функции для тех, кто этим вопросом заинтересовался и хотел бы этот способ доступа иметь в своем арсенале. Собственно говоря, это почти все. Буквально два слова про гемостаз. Ну, в первую очередь, мануальная компрессия, которую никто не отменял и для того же каротидного доступа, предположим, это прекрасно работает. Что касается устройств для гемостаза, в условиях тромболитической терапии, конечно, они очень помогают. Мы у себя предпочитаем Ангиосил по соотношению, скажем так, экономичности и эффективности. Но это совершенно не значит, что надо пользоваться именно иммуни. У этого конкретного устройства тоже есть свои минусы, в частности, достаточно большой якорь, который не во всех условиях, не при всех вариантах пункции бедренной позволяет нормально его использовать. Но я бы все-таки сказала, что это весьма-весьма полезное дополнительное устройство, которое нужно иметь в арсенале всем, кто занимается тромбоктомиями у пациентов с инсультом. На этом все. Спасибо за внимание. Анна Евгеньевна, можно Вас попросить ответить? Да-да-да, сейчас. Вопросы и ответы. Есть несколько вопросов. Первый вопрос Дмитрию Владимировичу, но если хотите, можете ответить или он может ответить? Да, это к Вам вопрос. Можно сначала Анна Евгеньевна, а потом я отвечу. Да-да, давайте так. Ну, знаете, ну, я бы сказала, у меня ощущение, что мультипопус, вот многофункциональный катетер плохо работает на дуге аорты. Если только это не идеальная абсолютно какая-то анатомия, такая прям вот совсем классическая. Не хватает вот именно вот, ну, крючочка, да, которым Вы будете нащупывать устья брахиоцефальных ветвей. Это моя просто точка зрения. Я бы не сказала, что она прям вот абсолютная. Ну, как-то они у нас есть, эти катетеры, но пользуемся мы ими очень редко. Давайте мы будем просто, если не все участники читают вопросы, мы будем зачитывать, да, прежде чем отвечать на них. Ну, да, был вопрос по поводу использования многофункционального мультипопус-катетера как альтернатива правому Джаткинсу. Ну, вот попыталась ответить Дмитрий. Мы не используем ЭМПИ, я Вам даже больше скажу. Использование Джаткинса, это скорее такая кардиологическая привычка, потому что вертебрал, H1 катетеры, они в большинстве случаев лучше, чем наш правый Джаткинс. Просто этих правых Джаткинсов держит огромное количество. Мы фамильярны с этим катетером, мы его хорошо знаем, поэтому это скорее кардиологический прием использования, да. Конечно, про ЭМПИ, ну, нет. Что касается нас... Когда, в некоторых случаях, когда нам нужно изменить форму и кривизну, мы используем нагревание кончика катетера и моделирование его. Иногда это приходится делать при вмешательствах на позвоночных артериях, да, кончик его можно вполне моделировать по температуре. Есть фены специальные, можно простым паром это делать. Это вполне соответствует правилам стерилизации. И что касается использования 125-сантиметровых катетеров, Анна Евгеньев сказала про диагностические катетеры компании Кордис, у Пенумбре тоже есть прекрасные 125-е катетеры. Могу вам сказать, что они идеально подходят к этому NeuronMax. Экономически они не очень дешевые, но они идеальны, они гидрофильные, и они полностью конгруентно, убирая резер-эффект, подходят к NeuronMax. И, конечно, с оригинальными диагностическими катетерами, если использовать NeuronMax, конечно, это удобнее. Но мы используем, если этого нет, то диагностические катетеры любых фирм, что есть, тому и рады. Анна Евгеньевна, можно? Да, я еще хотела просто вот по поводу Джаткинса, правого, да и вообще для диагностических катетеров, честно говоря, ну первое время было сложно, но вообще мы сейчас перешли практически полностью при тромбоктомиях, конечно, основной катетер для передней циркуляции это все-таки Симмонс. Все-таки Симмонс, несмотря на то, что да, он требует определенных, скажем так, навыков для работы, но зато он обеспечивает очень хорошую поддержку. Что касается задней циркуляции, то да, вертебральный катетер просто вот идеально подходит, как правило, для катетеризации устья позвоночной артерии, причем что со стороны верхней конечности, что с прибедренным доступом. Я намерена просто не говорила про подробности, потому что дальше уже будет Микаэль с докладом непосредственно про это. Но вертебральный катетер для задней циркуляции это просто совершенно такой классический, специальный инструмент, очень-очень удобный. Каротидный доступ мы используем не часто, конечно. Было бы просто ложью прямой говорить, что мы его прям вот так любим и напрямую всегда им идем. Нет, это, конечно, не так. Именно в том порядке, в котором я описала. То есть сначала бедренный доступ. При ряде ситуаций мы просто сразу идем на лучевой доступ, особенно в задней циркуляции. Опять же, я про это пока не говорю. И только в том случае, если мы понимаем, что оба варианта доступа не дают поддержки нормальной, тогда мы переходим на прямой каротидный доступ. Но надо сказать, что у нас в операционной есть еще ультразвуковые аппараты. Мы, в общем, практически все уже научились им пользоваться хотя бы в той степени, которая позволяет, так сказать, безопасно пунктировать общую сонную артерию. Но еще раз повторю, это можно сделать вполне под флюороскопическим контролем. Интродюсер мы берем обычный 10-11 сантиметров. В самом крайнем случае вы его можете просто до конца не заводить. Гемостаз при прямой каротидной пункции. Все те случаи, которые мы делали, это был обычный ручной гемостаз. Совершенно никаких проблем. Причем один раз это всего было, правда, у пациента с тромбоэлитической терапией. Но в том числе и у пациента с тромбоэлитической терапией, как выяснилось, к тому моменту, когда мы осуществляем гемостаз, это уже достаточно безопасно. Хотя, да, первое время было прям вот, ну, очень так волнительно. Тугую повязку мы на шею не накладываем. Не накладываем на шею тугую повязку никаким образом. Просто ручной гемостаз и наклейка. Проглайдом не пользовались ни разу. Нагревание паром это к Дмитрию Владимировичу. Анна Евгеньевна, контроль гемостаза вы выполняете сразу после завершения гемостаза? Контроль гемостаза мы осуществляем, да, как раз вот из этого самого бедренного доступа и осуществляли контроль гемостаза. Тогда отвечу про пар. В комплекте ко многим катетерам есть металлическая такая вставочка, пружинка. Она нужна для того, чтобы вы вначале наглели катетер, свой кончик. Металл формирует форму ту, которая вам нужна, если вам этого недостаточно, просто под паром чайника или чего-то такого. После этого вы опускаете этот катетер в холодный физраствор. Держите какое-то время и катетер запоминает форму. Это описано во всех учебниках по интервенции, даже по коронарным интервенциям. Иногда мы при вмешательствах на шунтах, аутовенозных шунтах тоже используем нагревание паром, изменив формы кончика катетера. Более того, изменение формы кончика и угол атаки микрокатетера тоже так можно изменять. И в комплекте для этого есть специальные насадочки. Не у всех фирм, но если этого нет, мы просто используем небольшую проволочку. Есть специальные фены для этого, которые нагревают катетер. Французское производство есть, у нас их нет, мы используем пара. Пар абсолютно стерилен, поэтому никакой проблемы в этом нет. Это очень часто применяется при эмболизации аневризм. Техника нагревания кончика катетера, чтобы особенно если трудно зайти в шейку аневризма, и уже экстраполируется на другие эндоваскулярные вмешательства. Там еще один вопрос был по поводу каротидного доступа насчет можно ли оставлять интродюсер, я честно говоря не очень понимаю, зачем. Вы имеете в виду, если продолжается тромболизис? Ну, чисто теоретически, наверное, да, но это не очень удобно. Еще раз повторюсь, что нам бы в идеале надо бы его проконтролировать, собственно, как вот был вопрос Сергея. А для контроля вот очень хорошо подходит, собственно говоря, бедренный доступ для того, чтобы диагностический катетер поставить и отснять, насколько хорошо гемостаз был осуществлен. А если вы оставляете интродюсер и пациента отправляете в реанимацию, то у вас эта возможность уже будет утеряна. Ну, в общем, ответ скорее, наверное, нет. Анна Евгеньевна, вопрос из чата к вам. Есть ли у вас опыт применения ангиосила при каротидном доступе? У меня нет такого опыта. Мы обсуждали этот вопрос в самом начале. Решили, что страшновато, очень большой якорь. В сонной артерии. Хотя, на самом деле, такие были описания, что использовали в том числе и ангиосилы. Можно я скажу. У нас небольшой опыт по каротидным пункциям прямой. У нас три случая, при том все эти три случая в этом году были. Один открытый доступ, короткая шея, сложности. И один, ну, следовательно, гемостаз открытый. Один случай мы ушевали ангиосилом. Так вот, когда ушеваешь ангиосилом, вид действительно страшный и ужасный. Конечно, контроль осуществляли бедренным доступом тоже, поскольку был сначала бедренный доступ. Но это действительно страшно. Это страшно визуально, хотя закончилось благополучно. Так, вопросов больше нету. Можем переходить к докладу Микаэла Григоряна. Спасибо. Значит, давайте я буду... Слово «доклад» в полвторого ночи звучит немного смешно. Давайте я просто поговорю и покажу несколько слайдов. А тем более, что я хочу Сергею время оставить. Мы уже полтора часа в эфире. Я по поводу того, о чем мы говорили, хочу два комментария просто сделать. Во-первых, я знаю, что его в России нету, но рано или поздно надо отталкиваться от того, что будет, а не от того, что есть в данный момент. Я очень-очень-очень рекомендую вам катетер VTK для телескопического доступа. По-моему, его выпускает только КУК, но, возможно, у других компаний тоже будет. Это вопрос наконечника. Преимущество этого катетера по сравнению с СИМ-2 в том, что его не надо реформировать, не надо дополнительных манипуляций, чтобы он принял свою рабочую форму. Он очень полезен при бедренном доступе для анатомии второго типа или третьего типа дуги аорты. Мой рабочий доступ для бедренного доступа при тромбектомиях – это всегда NeuronMax, VTK и проводник на 0.038, а не 0.035. Вот эти три тысячные для меня играют большую роль и большую разницу. И я могу оценить дополнительную поддержку от 0.038 проводника. Мне лично он очень помогает. Но самое главное, мне кажется, резюмируя все о том, о чем мы говорили, по доступу, это то, что надо выбрать то, что работает в ваших руках. Универсального набора инструментов, который будет полезен всем, не существует. Естественно, вы исходите из того, что у вас доступно, и еще то, что опять-таки у вас в руках работает. Есть абсолютные истины, то, что Анна Евгеньевна говорила, телескопный доступ гораздо удобнее, чем заходить с диагностическим катетером, потом менять его на шаттл, потому что это экономит время. У вас задача открыть сосуд полностью, открыть сосуд быстро. Как вы это будете делать, никого не интересует. Главное, чтобы это работало. Если у вас есть своя индивидуальная методика, надо ее просто отшлифовать и вырвать, и иметь план А, план Б и план С. Для того, чтобы иметь хороший план на выполнение тромбектомии, я очень рекомендую всем изучать снимки КТ-ангиографии от дуги аорты. Вот за то время, пока вы ждете больного, если у вас есть КТ-ангиография головы и шеи, изучать и планировать ментально, каким доступом вы будете пользоваться, потому что это позволит вам за тот момент, когда больной поступит с КТ на стол, и все будет готово, уже составить план действий, план атаки, и это будет очень полезно. А очень часто информация, которую вы получаете, если вы не посмотрите на снимки сами, она будет ложной и неправильной, потому что люди ошибаются. Я вам пример приведу сегодняшнего, уже вчерашнего, да, у меня уже заполнено. В случае тромбектомии, я сейчас попробую сделать share screen, снимки будут не очень красивыми, потому что у меня не было времени на pixel shift, и поэтому я вам покажу ангиограмму. Сейчас, одну секунду, я пойму, как мне сделать share screen. Буквально пару. Значит, история следующая. Больной поступает, мне звонят из другой больницы, и говорят, больной поступил NIH шкала 24, у него пара из взора, то есть он смотрит вправо, у него левосторонняя гемиплегия, но наш радиолог говорит, что на КТ окклюзия левой сонной артерии, то есть левой внутренней сонной артерии, то есть какая-то несостыковка, что-то неправильно, не может быть у больного окклюзия левой внутренней сонной артерии, а клиника правой среднемозговой артерии. На самом деле, у больного действительно, вот эта картина ангиограмма левой внутренней сонной артерии, там действительно окклюзия, но окклюзия хроническая, а острая окклюзия интракраниально в правой внутренней сонной артерии, которую их радиолог на КТ-ангиограмме почему-то не описал. Мы, соответственно, уже подозревали, что там что-то не так, и мы открыли эту окклюзию, я не помню, нет, остальных снимков. Это очень быстро открылось, но изучение, я это к тому показываю, что изучение снимков самому позволяет очень часто спланировать план лечения и понять, что на самом деле происходит, и это тоже помогает с выбором инструментов. Я немного поговорю о радиальном доступе, он не имеет прямого отношения именно к тромбектомиям, но тем не менее, почему я люблю радиальный доступ все больше и больше, я в процессе, так сказать, адаптации радиального доступа к большому количеству нейроинтервенций. На диагностические ангиограммы у меня 100% теперь радиальным доступом, я больше бедренным доступом диагностические ангиограммы не выполняю. Типичное, почему я всегда задумываюсь о том, что в типичный случай, например, инсульт в 4 часа утра, женщина 63 года, у нее типичные факторы риска, высокая NH шкала. Я смотрю на КТ ангиограмму, у нее окклюзия левой сонной артерии, у нее второй тип дуги аорты, значит, в анамнезе у нее, что у нее в правой бедренной артерии стенд, который затрампирован, заходит, пытаешься зайти слева и видишь вот такую вот картину, а переходить с этого момента на радиальный доступ занимает кучу времени. Ты уже, так сказать, совершил бедренный доступ, куча времени теряется, это можно было спланировать и сразу пойти в таком случае радиальным доступом. В кардиологии, у меня сегодня день такой, объяснение в любви к кардиологам, я это делаю очень-очень редко, потому что это чисто из соперничества, но я безумно уважаю кардиологов и все клинические испытания, которые они проводили, потому что только у кардиологов может быть испытание в 7 тысяч больных и 8 тысяч больных. Нам в нейроинтервенциях такие цифры, нам до них как до луны. Клинических испытаний, которые сопоставляли радиальный доступ и бедренный доступ, было много в кардиологии, что результаты были не хуже и что процент осложнений был гораздо меньше при радиальном доступе, чем при бедренном доступе. Я уверен, вы все это знаете, наверное, лучше меня. Я вот пролистывал разные клинические испытания, там клинические испытания 8 тысяч больных, типичные кардиологи, умницы. И что риск кровотечения в три раза больше в бедренной группе. Много клинических испытаний. Мы начали задумываться, как нейроинтервенты с 2012 года, о том, что не стоит переходить, это было именно при промбектомиях, не стоит переходить с бедренного доступа на радиальный доступ, потому что теряется куча времени. Если уж решать, то изучать КТ-ангиографию и по КТ-ангиографии уже понимать, какой доступ будет лучше, потому что вот здесь была небольшая серия. Я извиняюсь, что я быстро листаю, просто не хочу занимать много времени. Шесть больных в основном были как раз окклюзии задней циркуляции, бодилярные окклюзии. Старые инструменты еще использовались. В солитерстве нам только-только появлялись на рынке. Но, тем не менее, время, потерянное от начала бедренного доступа до радиального доступа составляло больше двух часов. Это просто недопустимо по современным понятиям в 2020 году терять столько времени на смену доступа. И очень неприятные сюрпризы ждали всех. Поэтому изучать снимки заранее и готовиться, и планировать, невозможно переоценить важность этого. Это сохранит вам кучу-кучу времени. В 2018 году уже в гайдлайнах кардиологических было, что радиальный доступ – это стандартный доступ и для коронарной ангиографии, и для PCI. И что я больше всего люблю в кардиологах, это если они начали каким-то доступом заниматься, они посвящают это и наращивают количество для того, чтобы быть привыкшим к этому доступу. Поэтому я перевел все свои диагностические ангиограммы сейчас на радиальный доступ. В 2019 году была небольшая серия коллег моих по именно трансрадиальному, рандомизации на трансрадиальный и трансвеморальный доступ при именно механических тромбектомиях. И гораздо меньше времени занимала от пункции до реконализации по сравнению с трансвеморальным доступом. Возникнет резонный вопрос, давайте я слайды уберу просто, и сейчас я пойму, как это сделать. Возникнет резонный вопрос, секунду, при задней циркуляции, передней циркуляции, как вы пойдете радиальным доступом передней циркуляции? Я вам честно скажу, я не использую пока радиальный доступ при тромбектомии передней циркуляции, но все больше и больше двигаюсь в этом направлении. В задней циркуляции, в случаях, когда я использовал тромбектомию, мне удавалось обходиться вообще без шаттла. Я просто заходил диагностическим катетером типа вертебрал-катетера, я просто смотрел по КТА, какая позвоночная артерия легче, более доступна, какая доминантная. Заходил позвоночным катетером, менял его на аспирационный катетер, скажем, на АС-60 или на АС-68 и поднимал его на микроартерии. Я выкладывал на ангиопикчер случай, где аспирационный катетер вообще сам пошел, но это повезло, конечно, потому что позвоночная артерия была прямой. И проводил аспирацию, тогда можно просто завести аспирационный катетер без интродюсера, то есть с интродюсером, но без гайда. С гайдом проблемы, конечно, бывают, потому что возникает вопрос спазма радиальной артерии. Но и NeuronMax, и у компании BALT есть шаттл, который называется BALAST. Они, в принципе, достаточно часто используются при радиальном доступе именно для дополнительной поддержки при тромбоэстракциях. Их можно использовать также. Есть очень многие... Thomas Jefferson University в Филадельфии, по-моему, переходит полностью на трансрадиальный доступ. У них очень много публикаций в интернете по этому поводу. Для меня самым главным плюсом радиального доступа является то, что это нравится больным. Это удобно для больных, и потом частота осложнений, потому что у тебя выполнена прекрасная тромбоэстракция, а потом у тебя псевдоаневризма или ретроперидориальная гематома. Всего этого можно избежать радиальным доступом. Но, опять-таки, по-моему, главное анализировать снимки и планировать доступ, исходя из своего уровня опыта и уверенности в том, что ты делаешь, и из инвентаря, который у тебя в данный момент наличествует. У меня вопросы есть какие-то? Я с удовольствием отвечу. Да, Никайло, есть вопросы в Q&A. Сейчас, одна секунда. Я прочту тогда. Можно подробнее о том, каким инструментом звучит как катетеризировать левую ОСА и подключить чину из права трансрадиального доступа. Для диагностической ангиограммы я всегда использую Siemens 2. Siemens 2 реформируется из правого радиального доступа через проводник заводимый, и проводник идет в аортальный клапан, и Siemens 2 от аортального клапана реформируется очень легко. Очень часто можно использовать Shapeable GlideWire, который как проводник, который можно реформировать с кончиком, как микропроводник. Он сам зайдет очень часто, особенно если... Булл Вайнарч, как по-русски Булл Вайнарч? Ну, это бычья дуга, да? Бычья дуга? Бычья дуга. Если бычья дуга из правого радиального доступа, у вас сам проводник очень легко зайдет в левую общую сонную артерию, но я использую Siemens 2, и проблем для диагностической ангиограммы доступа не вызывало. Какой гайд через... Значит, гайды, если использовать гайды, использовались NeuronMax и Ballast от BALT. Это два гайда, которые я использовал через радиальный доступ. Я стараюсь выполнять интервенции, для которых не нужен гайд через радиальный доступ. Я, опять-таки, я только учусь радиальному доступу полностью. И в основном выполняю диагностические интервенции или интервенции, для которых не нужен большой гайд на 0.88 типа NeuronMax. Но, в принципе, и NeuronMax и Ballast можно радиальным доступом использовать. Еще какие-то вопросы были или все? Вопросов больше нету. Теперь мы предоставим возможность Сергею Валерьевичу выступить завершающим докладом, но очень и очень интересным, на тему низкого аспекта. У нас вначале задавали вопросы касательно низкого аспекта во время доклада Кирилла. Я сказал, что мы на них сможем ответить во время доклада Сергея Валерьевича. Поэтому, пожалуйста, даем ему слово и ваши вопросы адресуйте ему, будем отвечать. Также по итогу у нас будет завершающая дискуссионная часть. Поэтому, кто захочет, сможет свой микрофон потом включить и, соответственно, уже голосом задать все интересующие вопросы. Пожалуйста, Сергей Валерьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Всегда в завершении, конечно, находясь в такой знаменитой компании сложно, уже столько всего сказано. Уже особенно, когда посещение музеев у нас закрыто, и мы видим шедевры от Дмитрия Скрипника. И я понимаю, что Marvel сейчас содрогнулся. Но попробую тоже рассказать о наших возможностях и о том, чтобы не грустить, а стараться... Все-таки я постараюсь добавить позитива. Пошла презентация, да? Да-да-да, все в порядке. Вот хочу начать с такого клинического случая и тоже послушать с удовольствием ваше мнение, что к нам поступила пациентка 47 лет, которая очень долго отказывалась от госпитализации. У нее ночью развелось проявление острого нарушения мозгового кровообращения, однако она отказалась от госпитализации. И уже под утро все-таки ее супруг смог уговорить. Надо отметить, что девушка является у нас многодетной матерью, у нее пять детей. При этом ее, в общем, всем семейством уговаривали, чтобы она поехала в стационар. И все-таки удалось уговорить. И к нам девушка поступила с 20 баллами по шкале НЧС, с правосторонним гемопорезом, грубой сенсомоторной афазией. И что характерно, что уже при нативном КТ головного мозга в левой лобной доле отмечен участок пониженной плотности, четкие контуры. То есть это даже не описывали как аспекс, это был ишемический очаг. Но я хочу сразу извиниться. У нас, к сожалению, по этой пациентке сгорел пакс, сервер вылетел. И вот эту пациентку нам вообще никак не удалось. Поэтому не смогу показать ни перфузию, ни натив. Но очень хотелось показать этот клинический случай. Поэтому не судите строго, поверьте на слово. И зона ядра составила 50%. При этом у пациентки отмечался подъем сегмента СТ по нижней стенке, тропонин 3. И пришлось проводить такой достаточно сложный, но сложным по убеждениям и кардиологов, и неврологов. В данном случае в основном неврологов, поскольку все-таки привыкли основываться на шкале аспекса. А тут уже сформированный очаг, имеющий 50% ядро. Вот какова была бы ваша тактика? Я отвечу как нейрореаниматолог, потому что у меня есть феллошип в нейрореанимации. Я отвечу вопросом на вопрос. А что светит этой больной, если не вмешаться? Ей светит гемикрониэктомия в лучшем случае. Так что у нее так и так. Это как раз тот случай, когда нет варианта навредить больной. 47-летней женщине, матери 5 детей, более того, скорее всего от гемикрониэктомии откажется. У нее будет злокачественный инфаркт левого полушария. Это доминантное полушарие. Очень многие нейрохирурги вообще ее не прооперируют, потому что это доминантное полушарие. А если даже прооперируют, это спасет ее жизнь, но у нее качество жизни будет никаким. Поэтому тут хоть 50%, хоть 60%. Тут надо идти на тромбектомию. По-моему, вообще тут консилиум никакой и не нужен. Но это мое субъективное мнение. Дмитрий. Микрофон. Микрофон. Спасибо большое. Мое мнение такое. Тромбоктомии навредить в большинстве случаев не может. Мы просто можем не получить хорошего результата. Вопрос еще, где этот участок кора присутствует. Где эти миллилитры погибшие. И где зона ишемической получения. Очень важно, где расположено. В некоторых случаях, даже при таких цифрах, одни и те же пациенты бывают более благоприятные, другие менее благоприятные. Но молодую пациентку мы будем делать в любом случае. В любом случае я бы взял на столб, потому что это дает хоть какие-то шансы. В противном случае, я согласен с Микроэлем, это огромный полушарный инсульт, отек мозга и смерть. Тут еще вопрос немного этический. В некоторых случаях бывает при большом коре. Мы как... Недавно я смотрел пациента, мне его привозили. Мы его оперировали 3 года назад. Это пациент, который тоже поступил за пределами терапевтического окна. По-моему, часов 18 прошло. Его везли из другого города. Это известный врач-хирург молодой. В области крайне известный. Был низкий аспект, плохие данные перфузии. Мы его взяли на стол, мы сделали ему тромбоктомию. У него была декомплексивная крайнеутомия. Он выжил. Он жив, но у него очень грубый неврологический дефицит. Он живет с очень большой депрессией. И он, например, не очень рад, что мы его спасли. Его привозили ко мне. У нас здесь двое таких пациентов были. Он, например, говорит, что быть может, мне стоило умереть. Это всегда очень тяжелый вопрос. Но в этом случае у молодого пациента я всегда буду делать тромбоктомию. Анна Евгеньевна. Да, тоже скажу. Я тоже в поддержку все-таки этого посыла, что когда у нас молодые пациенты, конечно, надо больше бороться. И дело тут даже не в эйджизме. То есть это не та ситуация, когда мы просто не хотим работать с пожилыми пациентами. Это совершенно другое. Просто реабилитационные способности все-таки, реабилитационный потенциал у молодого мозга, он, по-видимому, выше. Я не невролог ни разу. В общем, слова умные, которые я произношу, это скорее то, что, так сказать, меня научили как попугая просто повторять наши неврологи. Но, тем не менее, мы это видим тоже. Когда пациент молодой, то, в общем, при достаточно большом объеме поражения, тем не менее, через 2-3 месяца, через полгода, мы в большой части случаев видим восстановление, которое не рассчитывали, скажем так, увидеть, если исходить исключительно из нейровизуализации, проведенной до тромбоктомии. Поэтому, да, согласно совершенно, в этой ситуации надо работать, надо хоть какие-то шансы предоставить этой пациентке. Ну, я рад. Единственное, конечно, что мы практически в одном оркестре. Пожел вопрос. Мы с кардиологами просто, поскольку нужно было еще и назначение терапии, и неврологи боялись, что будет геморрагическая трансформация. Ну, конечно, пациентка оказалась у нас на столе. Мы видим неоклюзирующий тромб, пусть и внутренней сонной артерии. И надо отметить, это церебральная ангиография через 14 часов под начало симптоматики. После выполнения церебральной ангиографии и убедившись в том, что мы будем делать тромбоэкстракцию, мы сразу сделали коронарографию. Я не буду представлять левый бассейн, а сразу проблемную зону, по которой как раз отмечался подъем сегмента СТ. Субоклюзия правой коронарной артерии. Мы сразу нацелились на два вмешательства, разумеется, с тем, что первое будем осуществлять тромбоэкстракцию интракраниально. Мы видим, что помимо тромба в С1 и также было дистальное, то есть в С4-С5 тромб, выполнена была тромбоэкстракция. Первым ходом катетер Эйс-68 сразу нам удалось из устья внутренней сонной артерии вот этот вот крупный тромб эвакуировать. Тромб из С5 нам не удалось эвакуировать с помощью аспирации, и мы прибегли к помощи ретривера. Ну, не самая качественная визуализация в данном случае, но удалось восстановить полностью. Надо сказать, что кровоток и так не было дистальной эмболии интракраниально, но вот эти тромбы, которые мы визуализировали, они очень нас настораживали в плане своей возможной эмболии. У Кирилла вопрос был какой-то. Я извиняюсь. Ну, после этого выполнили, тоже не составило технических трудностей стентирования коронарных артерий, и на позитиве пациентка на 14-е сутки была выписана, 3 балла НХС, рэнкинг-2, с назначенной терапией и с отсутствием признаков геморрагической трансформации. На вопрос есть сразу, да? Давайте мы у Кирилла... У меня есть вопрос, у Кирилла, а потом у меня. Кирилл? Ну, у меня вопрос был какой. Вопрос консилиума был относительно чего? Относительно принимать решение, делать экстракцию или не делать, или относительно того, с чего начинать, с кардиологической патологии или с неврологической? Потому что данный пациент, он попадал под критерии включения, в общем-то, Down Study, Diffuse 3, и, в общем-то, там вопрос... Здесь мы немножко столкнулись с неврологами, потому что на КТ-ангиографии не было окклюзирующего тромбоза, и интракраниально все заполнялось, но был дефект контрастирования, на который, собственно, я и давил на то, что мы подозревали, что это будет неокклюзивный тромб, который опасен своей дальнейшей эмболией. Ну, плюс, конечно, неврологи говорили о том, что вы сейчас, если подъем СТ, они могли связывать с тем, что, ну, как бы это вторичный подъем, вторичный подъем, и тропонин, и если мы полезем в коронары и стентируем назначение двойной терапии, что может привести к высокому риску геморрагической трансформации, которая может привести к летальному исходу. Ну, на что, в общем, конечно, мы, говоря о том, что эта пациентка молодая, и дальнейшие перспективы у нее и так очень мрачные, нам удалось победить в данном случае. К счастью, это достаточно часто так и происходит. 99 и 99, в общем, победа остается за нами в плане вот консилиумов и тактики. Я понял, спасибо. У меня вопрос, если можно. 54 миллилитра коры инфаркта было по перфузии, правильно? Да. А куда они делись, если у нее шкала NH3? Это к вопросу о том, что Дима говорил, что КТ-перфузия не всегда правильно подсчитывает все. Согласен. Потому что на основании чего у нее было 54? Хорошо бы было посмотреть КТ после тромбоэкстракции, чтобы понять, за счет чего были. То есть, это тут решение должно было приниматься не за счет КТ-перфузии. Я рад, что вы это сделали, потому что это иллюстрирует как раз то, что не всегда надо принимать решение по догматически, а надо быть немного прагматиком и подвергать сомнению такие результаты. Здесь были подключены мощнейшие силы, даже сервер, который сгорел, пытались именно восстановить. Я разговаривал с инженерами ПАКСа, вот по ней вот последние там три недели вел переговоры, но они не смогли, и вот вчера последние прислали, что с глубокими извинениями не могут они вытащить это. Еще один клинический случай. Пациентка 58 лет, 14 баллов по шкале НИЧС, в операционной была через 90 минут. В данном случае шкала АСПЕКС, рассчитанная РАПИДом, и здесь тоже не оставляет сомнений, что больная должна попадать в рентген операционную. То есть я покажу, здесь нету каких-то супертехнических трудностей, а именно низкий АСПЕКС с хорошим результатом и с отсутствием геморрагической трансформации, чего боятся неврологи, все время убеждая нас, что в низком аспекте все время будет геморрагическая трансформация. Что касается работы, у нас стационар скоропомощной, и вот пациентка, именно можно представить мультидисциплинарный подход, пациентка 79 лет, находилась на травматологическом отделении с переломом бедренной кости, и при подготовке к оперативному вмешательству и планировался металлоустой синтез, больная была утром обнаружена с тем, что у нее выявлена дезортрия. 16 баллов подошкалей НИЧС, и больная была у нас операционной через 90 минут. Шкала АСПЕКС, 7 баллов, рассчитанная нашими компьютерщиками, окклюзия правой среднемозговой артерии, и шкала АСПЕКС, рассчитанная РАПИДом, что соответствует расчетам и взглядам специалистов, которые работают у нас в КТ. Вот так выглядела конструкция, поскольку пациентка находилась на вытяжении, это была целая практически войсковая операция, сначала ее переложить, все это дело взгромоздить, вытяжки, грузы, шины, все это, но опять-таки все удалось, и с восстановлением кровотока путем однократной аспирации, и больная восстановилась, что позволило опять-таки провести уже дальнейшую операцию по выполнению металлоостеосинтеза, и больная была на седьмые сутки взята в операционную и под спинальной анестезией. Сначала опять-таки травматологи хотели отсрочить 2-3 недели, но учитывая все-таки риски пациентка старческого возраста, все риски получения пневмонии с дальнейшим плохим исходом удалось убедить их, и на седьмые сутки больная была прооперирована и с хорошим результатом. Еще один клинический случай, основываясь на низком аспексе, это пациентка 71 года, перенесла химический инсульт в бассейне правой среднемозговой артерии, настоящую госпитализацию 18 баллов по шкале NHSS, и Рапит рассчитал нам 5 баллов по шкале аспекса, окклюзия правой среднемозговой артерии, и не удалось сначала ни аспирации, ни использования ретривера, не удавалось нам восстановить кровоток. И вот это было наше первое использование девайса Tiger, который зарекомендовался с нашей точки зрения, именно его, на мой взгляд, нельзя использовать, и не нужно использовать рутинно, но вот в данном случае, когда вы увидите, что мы извлекли, я думаю, что вы согласитесь с тем, как мы применили достаточно агрессивную тактику на раскрытый ретривер, одевая аспирационный катетер, таким образом, как бы срезая со стенок артерии тот эмбол, который мешал восстановлению кровотока. Полное восстановление кровотока, и вот посмотрите, что мы извлекли с помощью вот этой достаточно агрессивной методики. Что касается, вот все поговорили, рассказали о своих предпочтениях, я во многом с этим согласен. Для нас могу сказать, что доступ, если брать вертебробазиллярный бассейн, доступ радиальный или брохиальный, в зависимости, ориентируясь на доминантность артерии, и, на мой взгляд, для вертебробазиллярного бассейна гайк-катетер нейрон-макс это катетер номер один для ее катетеризации. Однако, исходя из таких, может быть, лайфхаков, рекомендаций, мы не используем Y-коннектор, который идет в наборе, на мой взгляд, это достаточно жесткий, с помощью него нужно немножко контролировать усилия, и им можно повредить аспирационный катетер. Поэтому я его стараюсь всегда менять. Что касается диагностических проводников, всегда используем обменные длинные проводники. По проводникам используем коронарные, начинаем, это Light, Light или Whisper Light. В последнюю очередь уже используем и Traccess и Aviga при более сложной анатомии, когда требуется более такая управляемость, хорошая, это хорошие проводники, но, на мой взгляд, они достаточно имеют жесткость, при этом, конечно, хорошая управляемость. Микрокатетер, на мой взгляд, здесь нет принципиальных позиций, аспирационный катетер, опять-таки, если используем H68, также производим замену Y-коннектора. Телескопическая техника с применением Max-3 замечательно работает, и всегда не можем не нарадоваться этим девайсом. Что касается каротидного бассейна, вот при аспирации в артериях большого диаметра стараемся использовать насос, подключаем на аспирационный катетер и всегда подключаем еще в Аклоп уже на гайд-катетер, когда низводим аспирационный катетер в гайд. Притом стараемся на мой взгляд лучше низводить аспирационный катетер в гайд в прямом участке, максимально избегая угла захода аспирационного катетера, чтобы в этот момент тромб не оторвался и не дислоцировался. Могу сказать, что мы не используем, давно отошли от использования баллонных катетеров, но как известно, все это предпочтение хирурга и серии кто круче сноубордиста или лыжник, поэтому мое пожелание пробуйте, ищите свой инструмент, вы обязательно его найдете ищущий дообрящих. Спасибо всем, не бойтесь низкого аспекса, не бойтесь ишемических изменений. Сергей Валерьевич, теперь, если можно, и все остальные участники, пройдемся по вопросам. Можно пока мы не начали вопрос задать? Конечно, удовольствие. Просто понятно, что шкала аспекса нелинейная и она не всегда отражает истинный объем поражения, потому что при одинаковом аспексе объемом может быть разный, в силу особенностей данной шкалы, но все-таки 6 и 7 это не низкий аспект, это тот аспект, который вкладывается в класс доказательности 1а. Я хотел то же самое сказать, я полностью согласен. А низкий это все-таки 5 и ниже? Ну, я могу сказать, что когда еще там на заре начала, люди уже боялись и 8 и 7. Я не говорю, что нас пугает 7 аспекса. Это возможно как раз для того, что а нужно ли бояться? Ну, возможно, это неправильная формулировка того, что я соглашусь, что это не низкий аспект. Ну, вот, Сереж, мы поэтому и говорим, что два невролога тебе говорят, что для твоих неврологов, что если они будут пугаться этого, что аспект 6 и 7 это не низкий аспект. Более того, не все, мне кажется абсолютно несправедливым то, что каждому сегменту в аспекте предназначено 1 очко, потому, что есть сегменты, которые клинически абсолютно неравнозначны подкорковым сегментам, например, я не знаю, правая, теменная, нет, париеталитика, у всех один балл, это совершенно нельзя всех, мы, кстати, сейчас работаем, я работаю с Рапидом на переобувке аспекта и сделать какой-то концептуально другой аспект, в котором клиническая значимость каждого сегмента будет учитываться при вынесении общего аспекта, по-моему, это будет правильный. А что касается, Михаил, то, что ты говоришь, убеждать неврологов, я считаю, вообще, это самый главный принцип, это командная работа, нужно тружить корпоративная этика, корпоративный дух, обязательно со специалистами компьютерной томографии, а лучше всего женить кого-нибудь из своих сотрудников эндоваскулярных хирургов на сотрудниках КТ, и тогда это вообще будет замечательно, и оценка дуги будет прямо с самого момента, и очень важно в плане логистических принципов, чтобы эндоваскулярная бригада узнавала о пациенте, как только он заехал, чтобы уже операционной не занималась, чтобы все были уже на страже, и все ждали. у нас, слава богу, так и происходит. Когда пациент заезжает, он еще не поехал на КТ, невролог уже отзванивается. Правильно, так оно и должно быть. Все средства хороши, чтобы больного вылететь. Есть некоторые минусы. Сергей Васильевич пишет, что я взводник, Сергей Васильевич знает, что я люблю сводить людей, дабы это было для общего дела. Несколько ремарок, если позволите. Первое, мы всегда работаем над тем, чтобы не было гиперактивации команды. То есть, если невролог отзванивается, когда пациент реально подходящий, клинически подходящий, то есть, слишком часто дергать о всех больных, которые заезжают в КТ, тоже это особое искусство. Если все время кричать волки-волки, то особенно ночью трезвонить, первое время нас будили каждые полчаса, потом оказывалось, что там никаких оклюзий нет. Я, пожалуй, в отборе пациентов хочу два момента, которые сложные для нас отметить. Первое, это пациенты с низким аспектом, 5 и ниже. Да, чем моложе пациент, тем охотнее мы возьмем пациента с низким аспектом, но ответа на вопрос, брать или не брать этих пациентов, нет. Скорее всего, вопрос экономический, да, просто если вы будете брать и психологический, объясню, что я имею в виду. Если вы будете брать огромное количество пожилых пациентов с низким аспектом, вы будете иметь много пациентов, которые плохо восстанавливаются. Плохой клинический результат плохо действует на всю команду, на неврологов, да, на эндоускулярных специалистов, поэтому тут скорее мы для себя выбираем тех пациентов, которые даже с низким аспектом нужно взять. Еще сложный вопрос, это пациенты, у которых есть окклюзия крупной церевральной артерии, балл по шкале на H низкий еще. Всегда вопрос, то ли это хроническое поражение, это гемодинамическая история, давление туда играло, ему стало хуже, то ли это пока он держится на коллатералях, и можно пропустить такого пациента, и к утру увидеть, что он уже с пляги проснулся, и вот уже аспект низкий. Действительно, вопрос, как действуете вы с такими пациентами? Окклюзия крупной артерии по NH балл низкий, или флектурирует на маленьких цифрах? Только что было, я пытался найти ссылку, только что была публикация, я пытаюсь вспомнить, где, о том, что именно такие больные в итоге ухудшаются, и ждать как раз не нужно, что если проксимальная окклюзия, если есть какая-то флакуация симптомов, то лучше не ждать, потому что в подавляющем большинстве эти больные после определенного количества времени все равно ухудшатся, и вам придется все равно вернуться, вернее, не придется, но вы потеряете шанс на оптимальное восстановление. Я в таких случаях просто нагружаю, я спускаю больным давление всеми способами, транзиторно, и смотрю, если там есть какое-то изменение септов, колебания шкалы иначе, вот как показывал случай, это Кирилла был, да, случай, когда между 5 и 12 была шкала, это без вопросов, я беру так, и вольных на трамбе, к тому. Что значит снять давление? Позиционно просто посадить, посмотреть, как они си-десят. Посадить или дать какой-то... Сначала посадить, потом уже посмотреть, как по-другому. Да, посадить. С медикаментозом, мне кажется, слишком агрессивно, то есть, можно наоборот... можно что-то короткое, да, то, что коротко действует и посмотреть. Если при... Обычно, как если их сажать, то разница бывает, если там какая-то... Даже небольшое увеличение шкалы иначе есть, это хороший признак того, что они в итоге все равно ухудшатся, коллатералис дадут и лучше действовать, чем... На мой взгляд, всегда есть более сложный вопрос, если есть дистальная окклюзия, но она коллатерально заполняется и есть, ну, буквально короткий дефект наполнения сосуда, да, есть низкий балл по НИЧС и при этом мы видим короткую окклюзию. Вот здесь каковы действия все-таки у вас, коллеги? Короткая окклюзия в дистальном отделе. Короткая, да, короткая окклюзия Н2, которую мы видим коллатерально из контрлатерального бассейна практически полностью заполняется и мы видим очень маленький короткий дефект наполнения, ну, например, в Н2. Но при этом... Какой дефицит он вызывает? Если афазию, то стоит побороться, наверное. Вот это, на мой взгляд, это наиболее сложно всегда, да, когда решить, чтобы именно с точки зрения не ухудшить, когда у больного 2 балла, при том 0-2 туда-сюда гуляет, а мы видим окклюзию. Ну, тут несколько факторов играют роли. Во-первых, как Дима сказал, какой это дефект вызывает, какой неврологический дефицит, а во-вторых, насколько технически легко будет выполнить тромбоэкстракцию дистальную. Если выглядит анатомия привлекательной, почему мне не попробовать? Это, опять-таки, от уверенности и от опыта специалиста и от того, конечно, есть шанс навредить больному в такой ситуации, приходит с опытом. У нас сейчас, к сожалению, такой, ну, не самый радостный случай пациентка, при том, она месяц уже находится в коме, поступила пациентка 84-х лет и двусторонняя окклюзия внутренних сонных артерий. В одном случае слева от устья, справа С7. И мы полностью восстановили кровоток, да, но у нее было абсолютно немых оба полушария, да, длительное время. Кровоток полностью восстановлен, месяц пациентка все равно, конечно, при том, в свои 84-х она пребывает длительное время, уже месяц-плоть. Но обе окклюзии были острыми или одна была хроническая? Обе окклюзии были острыми. Обе окклюзии были острыми, не было ничего хронического. И там через задние мозговые ничего не заполнялось карантином. Надо же. Не повезло. Не повезло. Тогда давайте мы просьба к Сергею Валерьевичу ответить на вопросы, которые к нам поступили и ко всем остальным участникам, кто хочет прокомментировать. Миш, до того, как Сергей Валерьевич ответит на вопросы, я хотел одну вещь отметить. Ты, когда пишешь сообщение, ты пишешь сообщение панелистам, а не участникам. А вот все твои сообщения в правой здесь, в колонке. Господа, оставляем вопросы для Микаэла. Это только пришло нам, а не участникам. Там надо открыть панелистам и участникам. Всем, чтобы все получили то, что ты посылаешь. Будем знать. Вот вопрос, почему нагрузочная доза плавикса 300, да? Ну, опять-таки, это тоже было принято решение, чтобы все-таки воздержаться от возможных осложнений геморрагических, поэтому и не бриллинта это было, это был плавикс, и решили 300 миллиграмм, при том, аспирин был подключен после контрольного КТ, когда убедились, что нет геморрагической трансформации. Антон Хельчук, передаю привет. Вот Михаил Юрьевич Володюхин задавал вопрос. Михаил Юрьевич очень рад видеть, слышать. 5-7-1. Уважаемый Михаил Юрьевич, на мой взгляд, все равно оценка шкалы необходима. Все-таки, если мы видим крупное ядро, хотя могу сказать, что в нашей практике мы все меньше и меньше, если большой дефицит, мы все меньше и меньше, практически сейчас нет случаев, чтобы мы не попробовали восстановить кровоток, не пошли на тромбоктомию, потому что мы у себя видим хорошие, положительные результаты. И, следовательно, если исходить из ситуации, что в данном случае пациенту уже не навредить, то я склоняюсь к точке зрения, что лучше выполнять тромбоктомию, за исключением, если это уже полушарный инсульт, все, и все это занимает ядро, ну, я просто, наверное, не имею смысла. Если позволите, комментарий. Действительно, тромбоктомия, скорее всего, крайне редко может навредить, но у нас есть доказательная база. Мы четко знаем, что в течение первых шести часов, да, при правильном отборе пациентов мы должны проводить тромбоктомию. Мы знаем, что с помощью использования КТ-перфузии мы можем отобрать кандидатов для тромбоэкстракции и за пределами шести часов до 24 часов доказательная база. Есть, да, два исследования, фьюз-три-дон, это все доказано. Все остальные случаи это на мнение экспертов. Больших исследований нет. В рекомендации пока изменения не внесены и всегда вот в рекомендации так и написано, что все, что выходит за пределы, это на на откуп команде в клинике, да, ну, к примеру, если это молодая пациентка, скорее всего, да, мы будем делать. А представьте, 80 лет, рэнкинг до начала заболевания, два, аспекс, четыре. Я даже думать о тромбоэктомии не буду. Вопрос от Артема Тимофеева. Ну, могу сказать, что Артем Тимофеев это представитель очень яркого невролога. Это замечательный человек, с которым я познакомился в Бурманске. Он просто апологет. Неврологи все яркие. Микаэл, все, но не все. Да не, я шучу, конечно. Артем замечательный человек, замечательный специалист, и прям вот он активно хочет этим вопросом заниматься. Мы познакомились достаточно, ну, так, к сожалению, пока мало было общения, но вот профессионально очень оставил положительное впечатление. Артем задает вопрос, какова летальность, я так понимаю, у нас в клинике, и какой процент СИЦ2Б3. Летальность в нашей клинике до 25%, 24-23. Это общее, я вам говорю, за прошлый год, и за этот год нами выполнена 51 промбоэкстракция с начала года. тоже 22%. Вот, процент СИЦ2Б3, ну, практически мы вышли на цифру 90%, 2Б3, но, к сожалению, восстановление ангиографическое, это не всегда знак равенства клиническому исходу. Особенности ведения пациентов после тромбоэкстракции в послеоперационном периоде, на что обращать внимание реаниматологам, профилактика геморрагической трансформации. Ну, к особенностям ведения, все-таки, это больше вопрос, наверное, к реаниматологам, мы сильно не влияем, и я могу сказать, что если после качественной, и все сложилось, удачно выполнено, и восстановленный кровоток, и пациент восстановился, то, ну, глобально никаких усилий предпринимать не нужно. Опять-таки, нужно обращать внимание, потребовалось ли, например, каротидное стентирование, или не потребовалось, и дальше подход к именно назначению терапии дезагрегантной, и, но важно, это уже стандартные реанимационные вещи, профилактика тромбоэмболических осложнений, потому что делы случаются, общая отличие. Да, Николай? Контроль давления, это ключ. Есть недавняя тоже публикация, я найду ее, вывешу в ангиопиктер, где даже подсчитали, что 158, систолическое давление выше 158, предсказывает негативные последствия после тромбектомии, и повышает возможность геморрагической трансформации. Это не означает, что всем обязательно надо держать давление на 157, но приблизительная цифра такая, которая ассоциируется с плохим исходом выше этого после тромбоэмболистрации. Контроль давления супер важная вещь. Первые 24 часа. Это номер один, и они уже, конечно, обучены, поэтому не упомянули. Вопрос ко мне тут есть. Есть ли мысли организовывать планы подготовки и обучения эндоваскулярных хирургов для нейроинтервенций и неврологов для конкретной работы в инсультной команде. Каждый месяц у нас, до ковидной всей этой истории, почти каждый месяц у нас проходили в Москве семинары, курсы. На всех крупных конгрессах мы это проводим. Мы выделяем обычно один целый день, где собираются команды с утра до вечера. Неврологи, специалисты по лучевой диагностике, эндоваскулярные специалисты, где мы короткие лекции. Больше это обсуждение конкретных кейс-репортов, обсуждение схем лечения, рекомендаций, куда мы приглашаем очень много настоящих интервенционных РНР-радиологов. Такой формат постоянно есть, обучение постоянно в Москве, в Украине проходит. Я знаю, что в Санкт-Петербурге тоже прекрасно все это проходит. Да, это проводится по всей стране. Мы уже два с половиной часа в эфире. Микаэль, сколько часов сейчас ночи? Микаэль, уже 23-го. Пол-третьего. Пол-третьего. У меня вопрос ко всем вам. Нет, я рад вас очень видеть. У меня вопрос ко всем вам перед тем, как мы закончим к панелистам. Сегодня, вернее, вчера вышла публикация, я ее только что вывесил в Ангел Питчер, на New England Journal of Medicine, китайское испытание, Direct MT называется, о том, что альтеплаза до тромбектомии не играет никакой роли в функциональном исходе, а это было Non-Inferiority Trial, и прямая механическая тромбектомия была ничем не хуже альтеплазы после и механической тромбектомии после альтеплазы. Это такой первый камень в огород, но мне кажется, что мы движемся в том же направлении, в каком лечении ОКС было, это то, что альтеплаза в итоге уйдет для вообще, в случаях, когда механическая тромбектомия показана. Как вы считаете, насколько это важно, насколько вам это помогает, мешает, когда назначают альтеплазу, и вам тут же приходится делать функцию и идти на тромбектомию? Могу я ответить. На сегодняшний день по рекомендации мы не можем не проводить тромболизис, если пациент внутри терапевтического окна, и он показан, зачастую он стартует еще до того, как мы имеем данные КТН-географии, но могу сказать, что мы все активнее ищем противопоказания к нему, и задерживаем его. Могу сказать, что при тандемных окклюзиях, ну вы же понимаете, как это можно сделать, при тандемных окклюзиях тромболизис не работает никогда, доставляем массу проблем. Одна из проблем, приходится стентировать сосуд при тандемной окклюзии, у вас идет тромболизис, что используют дезагрегантов, насколько это безопасно или небезопасно, это проблема. Вторая проблема, это фрагментация тромбов на фоне тромболизиса, мы видим М1 окклюзию, начался тромболизис внизу, короткое время он доехал дооперационный, на ангиограмме мы видим разлетевшиеся тромбы и долго собираем эти обломки из М2, из М3, из передней мозговой артерии, поэтому, честно говоря, я думаю, что тромболизис это проблема. Может быть, локальный тромболизис в некоторых случаях, когда мы технически не можем ничего не сделать, но локально вести тромболизис, может, иногда это и стоит делать. Да, тромболизис, скорее всего, останется для пациентов, которые не подходят по тромбоктомию, но находятся в 4,5-часовом окне. Таких пациентов большое количество, там тромболизис безусловно нужен. У нас еще вот такой, ну, я не могу сказать, что это сформировался такой подход, он как-то так сам по себе получается просто. Особенность состоит в том, что альтеплаза все-таки не в КТ, ну, там, до нее надо дойти, развести и вернуться обратно. За это время успеваем сделать КТ-ангио, как правило. Ну, и в связи с этим просто уже вот как раз то, что говорилось, да, при танденовых окклюзиях, наверное, скорее нет. Чем более дистальная окклюзия, тем больше пользы. Мы очень изредка, но пользуемся через микрокатетер, соответственно, тромболизисом уже вот интерартериальным, селективным. Ну, единственное, что я хочу сказать, что у меня нет ощущения, что он мешает. Мы первое время, когда начинали работать, это прям вот очень было как-то так нервно, типа того, что как же так, у нас идет тромболизис, а мы пунктируем бедренную артерию на этом, на всем. Ну, потом как-то вот действительно это скорее психологический барьер. У меня, честно говоря, нет ответа. Я в данном случае просто действительно жду результатов достаточно больших клинических исследований, которые позволят уже более так системно как-то к этому подходить. Пока, пока, всем, кому должен проводиться тромболизис, он в принципе проводится. А дальше вот единственное, ну, как бы контроль давления, безусловно, очень важно. Сказать, чтобы мы часто видели разлетевшиеся тромбы? Ну, нет, может, пару случаев была, но скорее, скорее, все-таки ощущение, что может быть, наоборот, это помогает, когда у нас случается в ходе тромбоктомии какая-то некрупная эмболия. Ну, это все вопрос такой, мне кажется, кусовщина в какой-то степени до тех пор, пока вот не будет хороших исследований, которые подтвердят ту или иную точку зрения. Ну, вот одно такое исследование вчера опубликовали. Посмотрим, что будет еще. Еще один неприятный момент у тромболизиса, это когда тромболитик перестает работать, но возникает дикая агрегация тромбоцитов. И мы видим рикошетные тромбозы у этих пациентов. Мы видели это в кардиологии, и все то же самое мы видим и при нейроинтервенции. К сожалению, затянутая нейроинтервенция, начинается клубиться на месте. Вот недавно мы оперируем молодую пациентку с COVID-инфекцией за пределами интерфектического окна. Она молодая совсем была. Тромбообразование, тромбообразование. Мы приехали через три часа после окончания тромболизиса. К сожалению, нам нужно было добираться до этого стационара. Очень хороший стационар, но просто он переключен на COVID-19, им сложно персонал набрать было, чтобы делать эти интервенции. И вот этой пациентке мы видели массивное тромбообразование. Мы удаляли тромбы, восстанавливался кровоток, и прямо ин-ситу опять мы видели образование тромбов. Да, с одной стороны, может быть, COVID-инфекция повлияла на это, но с другой стороны, мы такое видим и без всякой COVID-инфекции после тромболизиса. Поэтому отношение к тромболизису у меня остается с каждым годом и с каждым часом, минутой все хуже, хуже и хуже. Я больше всех, наверное, жду доказательной базы, которая позволит мне сбросить тромболизис у пациентов с окклюзией крупной церембральной артерии. Ну, могу сказать, что нам тоже неоднозначное отношение к тромболизису. Я не могу сказать, что мы там активно как-то мешаем неврологам в проведении тромболизиса, но при крупных тромбозах, ну, наверное, не имеет смысла. А при дистальных, все-таки, если совсем дистальных кто-то будет эмболеев, может тромболизис помочь. Пункция бедренной артерии на тромболизисе нас не пугает, и у нас не было осложнений обусловленных этим. А вот неврологи нам сначала говорили, ну, как же так, вы будете пунктировать бедренную артерию во время тромболизиса. Это было вот давно и в самом начале. Неврологи в большем случае прекрасные люди. Могу сказать по поводу Кирилла Владимировича. Вот этот спор между сноубордистом и лыжником Кирилл Владимирович легко решил. Он со своего сноуборда встал на лыжи и показал классно здесь. Мы к нему относимся с большой любовью и теплотой. Это всегда суперический, когда есть невролог такой, в команде. И чем больше их, тем лучше. Нет, сноуборд у него стоит. Мы видим эту доску, которая у него за шкафом. Кстати, по поводу лизиса. Неврологам слишком долго пытались внушить концепцию как можно более раннего начала терапии. И у них это настолько глубоко уже засело, что их теперь переключить, ну, по крайней мере, наших неврологов, которые очень активны, переключить эту концепцию, чтобы оттянуть начало тромболизиса немножко дальше, это требовало определенных усилий. И то, что поменяли мы сейчас в своей практике, это мы начинаем тромболизис не до КТ-ангиографии, а после КТ-ангиографии, чтобы как раз-таки выявить ту, как город у пациентов, у которых тандемная окклюзия, к которым, возможно, нам придется ставить стенд. Это не только вы, это подавляющее большинство сейчас делает КТ-ангиографию, только потом тромболизис. Ну, может, не подавляющее, но большинство точно. Ну, мы поменяли, раньше у нас было не так. Раньше мы исследовали концепцию, как можно быстрее начать, соответственно, он заезжает, нативное КТ-ангиографию, исключили первозвижение, начали. Сейчас мы уже... Тем более, это не такое большое время между нативными... Вот именно. Коллеги, а вот тут есть вопрос про финансирование недовоскулярного лечения у НМК в наших клиниках. У нас это обычный ОМС, это хороший тариф, который, ну, не достаточно, так скажем, не очень быстро был установлен, но он установлен, и, в принципе, на сегодняшний день он адекватен. Но вот как раз могу сказать в рамках этого вопроса Михаилу Кондратьеву, как представителю компании, которая организовала сегодняшний вебинар, конечно, хотелось бы работать и над финансовой составляющей, чтобы все могли пользоваться диагностическими катетерами Сименсова производства Пенумбра, потому что, конечно, при том, что инструмент хороший, иногда возникают финансовые трудности, исходя с которыми мы потом и боремся. Друзья, я думаю, что у нас получилось, наверное, очень хорошее обсуждение. Мы так или иначе движемся к завершению нашей сегодняшней встречи. И сейчас, если из зрителей и участников есть желающие включить свой микрофон и с нами голосом пообщаться и задать свои вопросы, пожалуйста, я думаю, сейчас это можно сделать. Если желающие, мы рады слышать. Вам был вопрос, как узнать хроническое это окклюзия или острый тромбоз. Надо на картинке посмотреть. Картинки помогают определить. КТ-ангиография и катетерная ангиография помогут определить хроническое это окклюзия или острый тромбоз. Если где-то будет врач, который легко определяет острое или хроническое поражение, беру его сразу на работу с максимальной зарплатой. Иногда, к сожалению, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Как и в сердце это бывает. В части случаев мы примерно понимаем. В части случаев. Дим, Москва и так сейчас переманивает особенно средний персонал в ковидной клинике своей большой зарплаты. Вот ты сейчас всех переманиваешь. Дмитрий, мы сами в Питер уедем. Я, например, Питер люблю. Так приезжай, конечно. Вот Дмитрий Монса спрашивает по поводу автоматического подсчета Аспект. Это Рапид автоматически рассчитывает Аспект. У нас установлен Рапид. Очень помогает. Есть нюансы. Мы к нему только привыкаем. Не так давно его установили. Но могу сказать, что любая система только в помощь. Это не значит, что наши компьютерщики не рассчитывают свою перфузию и не дают нам цифры. Но это очень помогает. И тем более мобильное приложение. Если раньше мне все это в Вайбере, в Ватсапе сбрасывали картинки, то сейчас это удобнее дистанционно посмотреть в приложении в Рапиде в Рапиде. В общем, всем спасибо. Спасибо, Сергей Валерьевич, за ваши комментарии. Господа наши докладчики, господа все участники, кто присутствовал сегодня, наверное, мы подводим уже, наверное, скажу только завершающие слова, если вы позволите. Если кто-то хочет сказать, пожалуйста. Со своей стороны для нас был первый опыт организации такого мероприятия. этому, наверное, поспособствовали наши, к сожалению, не самые позитивные обстоятельства. В любом случае, мы выражаем огромную благодарность нашим сегодняшним докладчикам. Вы проделали великолепную работу, подготовили отличные презентации, очень ценная информация, я уверен, для всех участников. Мы благодарим наших участников, благодарим за все вопросы, за активность, за интерес. Я думаю и надеюсь, что всем было очень полезно. Отдельно благодарность Микаэлу, то, что он до трех ночи с нами просидел и прообщался. Спасибо большое. Без проблем. Раз был всех видеть. Мне кажется, было, я одну вещь хочу в конце сказать, мне кажется, хорошо спросить участников, какой формат они предпочитают на будущее. Больше слайдов, меньше обсуждений, меньше слайдов, больше обсуждений, какие конкретные, и моделировать, соответственно, будущие митинги в зависимости от их предпочтений. Да-да, у нас есть российская WhatsApp-группа, участники, все, кто сегодня присутствовал, просьба выразить ваши пожелания в данной группе, мы обязательно их учтем. Также я все-таки подведу итог, то, что наша встреча была весьма успешна, у нас было от начала до конца больше 130 участников, поэтому мы очень довольны и очень рады, что все так прошло хорошо. Спасибо Микаэлу, спасибо Сергею Валерьевичу, Дмитрию Владимировичу, Кириллу Владимировичу и прекрасной Анне Евгеньевне. Всем спасибо. Спасибо огромное, доктор. Всего хорошего. Хорошего дня. Спасибо большое. Мика, спокойной ночи. Нам всем впереди доброго дня. Спасибо. Рад был видеть всех. Всем спасибо. Спасибо. Всем доброго дня. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok